Исполнить его, ибо он не благоволит глупым. Так написано в книге Экклесианства. Вот, знаете, посмотрите, чтобы змей не обольстил вас и не обманул вас, чтобы он не обхитрил вас. Сегодня мы пережили такой саммит, мы пережили эту жертву, ты дал обет. Я думаю, что до конца лета, лето Господня благоприятное, да? До конца лета нам каждому нужно свой обет выполнить. Нам каждому нужно свой обет исполнить. У нас будут еще саммиты в этом году, у нас будут жертвы в этом году, еще возможности. Но обет, который ты дал, и вот эта жертва благодарения, которая была 31 июля, вот то, что произошло, нам нужно до конца лета взять это и исполнить. То есть до конца августа. И я благословляю вас и скажу вам, как змей прельстил свою хитростью Еву, так чтобы тебя не обманул дьявол, и чтобы ты не потерял свои награды. Помни, что говорит Писание. И Писание нам четко говорит. Если ты дал обет Господу, то поспеши исполнить Его, ибо Он не благоволит глупым. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. И не говори пред ангелам Божьим. Это ошибка. Зачем тебе делать так, чтобы Бог прогнился на тебя и разрушил дело рук твоих? Знаете, как такие интересные вещи пишутся, я бывает читаю, думаю, Господи, как важно, как Бог нас предупреждает, что Он хочет, Он жаждет, для Него важен твой обед. Для Него важен твой обед. Если бы не важен был, Он бы никогда так не говорил. Он бы никогда таких слов нам не оставил. Но ты молодец, что ты дал обед, и ты молодец, что ты его исполнишь. Пусть Бог вас обильно благословит. И я верю каждому из нас, нужно зарегистрировать одного человека на саммит, который нас ждет в октябре. А когда я говорю это сейчас, то я чувствую, что Бог хочет, чтобы ты сделал это сейчас. И кому-то Бог говорит, я точно знаю, не одного, а может, сто человек. Кому-то Бог говорит, двадцать, кому-то говорит, двести. Но я знаю, что Бог не молчит никогда. И когда человек открыт, он к нему говорит. Если ты сейчас открыт, то ты слышишь, как Бог к тебе говорит. Когда я говорю тебе, ты слышишь, как Дух Святой к тебе говорит. Потому что Бог, Он всегда говорит. Он не молчащий Бог, Он говорящий Бог. Он никогда не стоит на месте, Он всегда творит. Он хочет творить для тебя, Он хочет действовать для тебя, а ты действуй для Него. Да благослови тебя Господь. И так, друзья, до конца этого месяца, до конца августа, давайте все исполним свои обеты пред Богом. И мы обязательно устроим служение, когда мы сделаем такой крусейд, телекрусейд, где мы устроим просто этот, знаете, праздник, как написано, Давид говорит, я воздам Богу обеты мои, и вот пусть это произойдет в твоей жизни. Я благословляю тебя. Аминь. Дорогие друзья, я приглашаю вас зарегистрироваться на саммит Четвертое измерение, стать студентом университета Четвертое измерение. И каждый, кто регистрируется на саммит Четвертое измерение, сразу же начинает получать от меня ежедневно уроки, которые я записываю для вас. Привет, привет, привет. Слушайте, рада вас видеть. Давайте вот сейчас у нас время, когда вы общаетесь там на домашечке с своими людьми, познакомьтесь там с новыми людьми, порешайте там свои вопросы. И половину уже в 19.30 все с вами выходим в эфир. Хорошо? Все, да. Свидетельства у людей своих узнайте. И потом мы с вами уже выйдем вместе в эфир. Все, дорогие, давайте тогда увидимся через пару минут, уже где-то минут через 15. Все. Все. День уроки, интенсивы. Также благодаря саммитистам, облаку свидетелей, мы сегодня выпустили передачу «Время». «Время чудес». Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши финансовые пожертвования, за ваши партнерские, за ваши все жертвы. Благодаря этому сегодня мы можем развиваться в том, чтобы достигать новые страны, новых людей, новые души. Для спасения душ человеческих делается все. Пусть Бог вас обильно благословит. А если вы еще не зарегистрировались на саммит, сейчас этот момент самый подходящий и самый лучший. Прямо сейчас. Не откладывая ни минуты. Пишите по этому номеру и звоните. Мы вас ждем. Да благословит вас Господь. Аминь. Благодать Иисуса Христа сейчас мощно действует на тебе. Победа обеспечена тебе на всю твою жизнь. Ты будешь достигать всего, чего пожелаешь. Дух Святой проходит через тебя, и Он говорит, «Вамы и Великие Денисам!» Привет всем, облако свидетеля! Дорогие саммитисты! Мы с вами благословенные люди. Посмотрите, во что все переросло. Сегодня университет четвертого измерения. Саммит. Это все стало одним, и вот как будто бы, знаете, саммит перерос в непрекращающийся процесс. Это говорит о том, что Бог исполняет мечты. И, возможно, вы помните, как я говорил, что я мечтаю, чтобы после саммита все не умирало, а наоборот шло дальше расти. И я не видел, как это сделает Бог до конца. Я увидел университет, и вот оно все сложилось, когда мы видим и университет, и саммит, и мы видим, что теперь у нас классное время. Я хочу, чтобы вы знали, что и я, и Виточка, и целая команда служителей, мы трудимся здесь. Вот сейчас ночь. Вы знаете, уже время. У нас уже четвертый час. Десять минуты четвертого. А мы все трудимся. Мы снимаем уроки, мы снимаем для вас передачи, мы снимаем для вас какие-то проекты, потому что сегодня вы важны для Бога. И мы служители. Мы ваши слуги. Мы вам служим. Вы же в свою очередь. Я прошу вас, берите интенсивы, берите уроки, берите сам саммит, он, я думаю, будет вам доступен. Переслушивайте это сотни раз, тысячи раз. Переслушивайте это ток-шоу. Смотрите вот, понимаете, там, где слово, вырезайте это для себя. Прямо вплоть до такого. И вот слушайте, и слушайте, и слушайте в наушниках. Включайте утром. Действуйте, чтобы слово попадало в ваш дух. Вы должны стать служителями, которые двигаются в четвертом измерении. Бог, Он хочет поднять вас финансово. Он хочет поднять вас в здоровье. Он хочет поднять вас в личной сфере. Он хочет сделать вас людьми господствующими. И людьми, которые способны идти вперед. Которые не застывают. Которые не присыщаются. Которые всегда голодные, жаждущие. И которые всегда стремящиеся. Господь формирует нас. Вы знаете, вот если мы вместе будем идти, если мы вместе будем двигаться вперед, не пропуская ни одного саммита, не пропуская ни одного дня, не погружая себя в суету, а погружая только в Слово Божье. Я вам хочу сказать, вы станете великим свидетельством для всего этого мира. Бог через вас может показать себя, а это его мечта. Ваша вера вырастет. Поэтому сегодня ни в коем случае не сомневайтесь в себе. Ни в коем случае не позвольте вот каким-то обстоятельствам, которые вас сейчас окружают, задавить вас, как говорится, внутри. Нет. Все, что вас может окружать, это следствие того, как вы думали, может быть, даже годы назад. Но сегодня быстро все будет меняться, если вы будете слушать то, чему я учил. Вам нужно подчинить себя Слову, и через принятие Слова вы будете очищены совершенно, и при том быстро, от всех последствий прошлого. Вы будете только замечать, как приходят новые события в вашу жизнь. Вы притянете их, они будут вам даны Богом, и вы сможете их принять. Вам только нужно слушать. И обязательно исполнять. Потому что Иисус, Он сказал, есть два вида саммитистов. Он сказал, одни саммитисты, это те, которые слушают Слово и не исполняют его. Я говорю, это те, которые строят дом свой на песке. Я говорю, и когда подуют ветры, разольются реки, то есть, знаете, вот проблемы придут. Говорит, дом тут не устоит, он падет. Говорит, а другая категория саммитистов, это те, которые слушают Слово и исполняют его в точности на мысленном уровне. Не просто даже внешне, а на мысленном уровне. Если апостол говорит, думай, что ты победитель, то ты думаешь. Если апостол говорит, думай, что ты процветающий, то ты процветаешь. Если апостол говорит, приноси жертву благодарения, то ты веришь и доверяешь и приносишь жертву благодарения. Исполняй обед, и ты исполняешь свой обед. Служи ближнему, и ты служишь ближнему. Люби свою жену, люби своего мужа, и ты делаешь это. Вот это называется послушание. Так вот, я вам хочу сказать, вот люди такие, они строят на камне. И когда разольются реки, подуют ветры, когда придут проблемы, дом ваш, дорогие, он устоит. И ничего не будет, никакого вреда. Потому что основан был на камне. Оказывается, исполнение слова и есть камень. Поэтому благословляю вас. И каждому из вас хочу сказать, без всякого сомнения, без всякого сомнения, любая дверь, которая открывается сейчас перед вами, вот просто мысль, дерзайте, делайте шаги, делайте вперед. вы должны разобраться. И если это не от Бога, оно вот появляется и исчезает. Если оно от Бога, то вы знаете, все, что от Бога, оно все время продолжается. Это желание будет у вас продолжаться. И я думаю, в ближайшее время я дам вам целое учение о том, как различить желания плоти или желания просто свои от желаний Духа Святого. и вы научитесь различать это, и вы начнете в этом древесе. А сейчас я вас благословляю. Мир Божий пусть прибудет с вами. Аминь. Дорогой друг, начиная со 2 августа, в течение двух месяцев до самого саммита каждый день апостол Владимир и Виктория Мунтян будут преподавать уроки и молитвы за исцеление от болезней и разрушение проклятий. Каждый человек, кто принимал участие в предыдущем саммите и кто зарегистрирован на саммит, который состоится с 8 по 10 октября, будет получать от апостола Владимира и Виктории лично урок и молитвы. Август, сентябрь это месяцы подготовки к саммиту, месяцы молитв и уроков, месяцы посвящения апостола и Виктории людям. Эти месяцы станут месяцами рождения к новой жизни миллионов людей. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки и мы говорим с вами о том, что нам надо прийти ко Христу и успокоиться в Нем. Сосредоточенность ума, концентрация ума, рассеянный разум это проклятие, расслабленный разум это проклятие, это лечиться Словом Божьим и тренировкой. Ежедневно питайся и корми свой разум Словом Божьим и дух ума твоего изменится и ты начнешь мыслить не по плоти, а по духу. Мыслящие по плоти Богу угодить не могут. Писание говорит в 8 главе Римлянам. И мы с вами, вот прежде чем мы придем к мечте, прежде чем мы придем к чудесам, мы должны чудо пережить на внутреннем уровне. Внутренний человек, апостол Павел говорит, о нем очень много. И сейчас я хочу вам прочитать кое-что, прежде чем мы посмотрим дальше Римлянам. Я прочитаю вам о внутреннем человеке, где говорится, это говорится в послании Колоссянам. И вот что говорится, смотрите, это важные слова для каждого из вас, родные. Смотрите, то, что здесь говорится, должны вы пережить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О мой Бог, аллилуйя. Посмотрите, во-первых, пишется во второй главе Колоссяна. Начнем отсюда. Колоссян, и шестой стих. Секс. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем, то есть ходите в этой благодати. имеется в виду. Будучи укоренены и утверждены в нем. То есть раньше вы укоренялись и утверждались в разного рода проклятиях. Дьявол утверждал вас, что вы поражены. Дьявол утверждал вас, что у вас не получится. Дьявол утверждал «не доверяй». Дьявол утверждал «ты стал человеком, который не имеет твердых решений. Стал человеком, который все время колеблется. Не уверенный. Соблазняешься». А вот здесь говорится, будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере. Вот. Сейчас я как будто даю вам слово это. Как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. В вере ты преуспеваешь с благодарением. То есть вот сейчас даже ты начинаешь благодарить даже за то, где дело тебя еще колеблено. А ты начинаешь благодарить за то, что ты укоренен. За то, что ты утвержден. И ты благодаришь Бога. И вот здесь вы должны понять, что никто не может вообще не сбить человека укорененного и утвержденного. И вы должны понять, что вам это очень-очень нужно. И вот здесь мы с вами сейчас будем читать. Смотрите. Послание, послание, послание. Это такое, это такое вообще. О мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Смотрите внимательно. Открываю вам. Это будет послание эфесянам. Вот оно. Это будет третья глава. Начнем с 14 стиха. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. За что же Павел молится? А он молится за тебя. Смотри внимательно. От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом с большой буквы его во внутреннем человеке. Вот здесь очень и очень важно. Верою вселиться Христу в сердца ваши да даст вам по богатству славы своей, слава его присутствия, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христу, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». А теперь внимание, 20 стих. «А тому, кто действующий в вас, в нас, силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Так вот, ключевые стихи. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». И вот здесь, вот мы сегодня берем именно эти слова. Твой внутренний человек, он может быть неукорененный, неутвержденный, он может быть очень слабый через мышление. Потому что внутренний человек – это и есть твое мышление, это и есть твоя душа. И ты должен понять, что вот здесь мы с тобой находим силу через Слово, Духом Его. Дух Божий не действует как? Слово и Дух Божий действуют. Слово и Дух Божий действуют. И вот здесь пойми, когда ты приходишь ко Христу, начинает Дух Божий действовать. Когда ты укореняешься в Нем, вот здесь твое мышление с расслабленного становится конкретным. Мы с вами разбираем. Смотрите, 8 глава Римлян. Я вот так хочу с вами ее разобрать. Это все. Это просто, вот, дорогие саммитисты, смотрите, что здесь говорится дальше. И пишется, ибо все, войдемые Духом Божьим, Судцыны Божьим, мы достигли вот этого места. И дальше пишется, потому что вы не приняли, 15 стих, вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе. То есть жить нужно в вере. Но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Духа усыновления, то есть ты сейчас принял Дух усыновления. Дух усыновления, с тобой произошло чудо. Ты был сирота, а теперь у тебя Отец. У тебя, может, сегодня вот был, знаешь, как Бог, как Отчим. Но пришел Дух усыновления, Он стал тебе родной Отец. Через этот саммит, через это учение, в Апобазание пришло, через это все. Это произошло в твоей жизни, и ты взываешь, твой Дух взывает Ава Отче. То есть мой дорогой Отец, мой любимый Отец, мой папочка, значит, Ава Отче. Ты так доверишь Его любви, что все, ты просто приходишь, ты понимаешь, что Он тебя не ударит. Ты понимаешь, что Он тебя не откинет. Ты понимаешь, что Он чтобы не сделать зло. Ты понимаешь, что Он любит тебя, что Христос был жертвой. Он так заплатил за тебя, ты так дорог для Него. Для Него самое главное, чтобы ты узнала о Его жертве, о Его любви, о Его Сыне. Чтобы ты понял, что в Сыне тебе дано все. Вот что, нет страха больше. Страха пред Богом нет больше. Понимаешь, я говорю о страхе плотском вот этом, демоническом. У тебя есть страх Божий, когда говорится, что это почтение. Но это не страх. Слово страх, оно же такое негативное, что его, когда ты используешь неправильно, ты неправильно понимаешь. Почтение. Заменили. Это такое почтение папочки. Он, знаешь, любое почтение к нему. И вот смотри, и он говорит такие слова. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять, то есть жил ты уже так, жить в страхе. Но приняли духа с большой буквы святого, то есть усыновление. Дух святой – это дух усыновления. Вот, чтобы ты понял. Который вызываем Ава, Отче. То есть Дух Святой через тебя вызывает Ава, Отче. Смотри, все самые дух с большой буквы свидетельствуют духу нашему, что мы, или конкретно ты, дети Божьи, что ты дитё Божье. Он, Дух Святой, свидетельствует тебе, что ты дитё Божье. Как это круто, аллилуйя. А если дети, вот смотрите, вот тут уже интересно. А если дети, то и наследники. И наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть когда где-то, даже ты, знаешь, там видишь, что ты какую-то цену платишь. Ну, ты говоришь, да, не, не, я так счастлив. Я даже и страдаю счастлив со Христом. И говорится, что мы с Ним и прославимся. Боже мой, вот здесь вы должны знать. А если дети, то и наследники. Понимаешь, наследники, это значит ты наследник уже. Представляешь, на тебя есть завещание. На тебя есть всё. Христос умер. И завещание действует. Писание говорит, послание к евреям. После смерти завещателя. И так говорится и в посланиях Павла, и здесь, и в Галатах, и везде говорится. После смерти завещателя. Поэтому Иисус умер, чтобы завещание начало действовать в твоей жизни. И это завещание, оно уже действует, оно уже действует. Ты уже должен понять, вот оно счастье, вот она радость, вот она победа. Вот оно то, что ты вообще и не мечтал. Как это круто. Подумай об этом сейчас. Подумай, ты наследник. И ты должен сесть и думать, какой бы наследник вообще. Каким глупым наследником надо быть, чтобы после, к примеру, там, того, как тебе завещание там дано, а ты даже в него не заглядываешь и не рассуждаешь, что тебе дано. Такого не бывает. На самом деле, каждому из нас нужно знать, Бог дал тебе завещание. Вау, вау, вау. И ты человек, которому завещено. Восемнадцатый стих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Аллилуйя. Вот это да. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения, то есть как открытие сынов божьих. Вот мы открываемся как сыны божьих. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей божьих. Вы представляете, что все творение, духовный мир весь, физический мир весь, все абсолютно ждет открытия сынов божьих. Это вообще такая стилича. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. То есть все умирает, все гибнет, только потому что еще нет откровения как будто. Но когда открывается, вот те открываются как сын божий, все крово оживает. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть когда Христос воскрес из мертвых, у него уже было тело, друзья, не такое вот, как у нас сейчас смертное, а вечное, как было сотворено у Адама. Не умирающее никогда. И это тело живет вечно. И мы все стинаем, ожидая именно искупления тела. Смысл всей Библии и христианства. Чтобы вы знали, это воскрешение тела, не души. Душа живет и так вечно, а тело. И вот воскресение мертвых, о котором говорит нам Бог, это имеется в виду, когда наши тела, даже похороненные тела, даже кремированные, закопанные, какие угодно, послушайте, они все будут воссозданы в тело, подобное телу, которое было у Христа после воскресения мертвых. И он 40 дней был на земле, и вместе с учениками он ел рыбу, мед, пишется, являлся, его трогали. На глазах у 500 человек он был взят на небо, вознесение было. Поэтому мы ждем этого момента, когда мы будем иметь вечное тело, и мы увидим эту планету. Мы увидим это место, друзья, этот Новый Иерусалим. Ибо мы спасены в надежде, 24 стих. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот знаешь, здесь вот терпение мы проявляем, и это есть наша вера. И вот смотри дальше. Также и Дух подкрепляет нас, Дух с большой буквы, Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть бывает вот Дух, и на языках ты начинаешь молиться. Воздыханиями неизреченными. Испытывающие же, с большой буквы, сердца, знает, какая мысль у Духа. Теперь-то вы поняли, что Отец знает, какая мысль у Духа. То есть у Отца одни мысли, у Духа Святого другие мысли. И Отец знает, какая мысль у Духа. Теперь вы понимаете, что когда вы дружите со Святым Духом, вот у Отца одни мысли, и даже присутствие есть Отца. У Христа другие мысли, и воля другая. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. И вот понимаете, там у Отца одни мысли, у Христа одна воля, и у Него свои мысли. А у Духа Святого его воля, его мысли. Потому что смотрите, что говорится. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. То есть Дух Святой по воле Отца это делает. Понимаешь? И вот дальше мы потом зачитаем. Этого, я думаю, на сегодняшний урок для тебя хватит. Ты должен это понять, что сегодня, вот оно время благодати. Вот оно, аллилуйя. Вот оно начинается. Ты видишь, мы проникаем в Библию. Оно начинает для тебя открываться. И я так рад, что ты благословен. Я молюсь за тебя, Дух Святой, пожалуйста. Благослови. Пусть сегодня твоя работа будет в каждом. Пусть сегодня каждый будет наполнен твоей силой, твоей благодатью, твоей, Господь мой. Пусть свершится чудо. Свершится чудо Божие. Я молю тебя. Пусть сегодня все начнут переживать твое водительство. Я за каждого умрую. Твое водительство. Твое водительство. Твое укрепление. Авва, Отче. Взывай в каждом свидетельство о усыновлении. Освидетельство. Я молю тебя. Подкрепляй в немощах. Чтобы сегодня у каждого была эта молитва, как должно. Ходотайствуй за святых по воле. О, Боже. Я, пожалуйста, молю тебя за каждого. Благослови каждого. Яви свою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пусть это слово исполняется в жизни каждого сомнитиста, каждого, кто меня слышит. Я молю тебя, Господь, благослови. И сегодня благослови. Я прошу тебя, Господь, благослови. Так приятно всех видеть. Хотелось бы прямо... It's great to see all. You are so far. I want to see you all. Вкусненько. Так, я не включили звук? Могут, говорят, можете включить. А ну попробуйте. Да, есть, вот это. Есть, есть. Ура, работаем. Есть, привет. Hello. 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 Спасибо. 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 Всем привет. 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 Привет из Мурманск. Привет из Мурманск. Только что я слышу. О, там стол ломится с кинды. Привет. Привет. смотрю там тоже круглый стол привет лаз белоруссия паста танечка ты здесь и тебя только что слышал ты была где-то тут рядом днепр вижу собрались кушает не все кушают это просто как в кинотехнике театре на столе ну это радует это здорово что нас многое что мы в разных счета продаем у кого-то уже поздно у кого-то может уже там 10 вечера мы вместе это радует и сегодня Пастор Виточка это так замечательно но это так здорово потому что уже после тех домашек после той домашки в прошлую среду уже много свидетельств начали писать как люди пережили это восстановление и свобождение и сегодня сразу тоже после домашки сразу же свидетельствуйте когда вы переживете присутствие Божье слава Божьей свидетельствует это замечательно мы хотели наверное еще хотели сказать потому что наша миссия все равно домашки это не домашки у нас самая наша главная задача как миссия это принести эту жертву потому что я опять перечитываю Деяния апостола если вы хотите так пастор Таня тебя не слышно микрофон у вас кто-то вы чего-то меня выключают почему-то все время слышно мы только включим и меня опять выключают наверное не хотят за жертву слушать но у нас отключают меня технические да технические если вы хотите действительно секрет успеха первой церкви это Деяния апостола из чего начинается Деяния апостола того что все они начали приносить жертву и не просто жертву какую-нибудь а реально стали приносить свое имение земли дома на тот момент на тот момент что было то и приносили вот действительно чем владели и так интересно что написано что такое 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 как бы помазание было такое действительно момент что страх Божий написано да вот в пятой главе написано что великий страх вот напал когда мы знаем я сейчас не хочу как уделять прям именно истории она не сапфиры я просто хочу сказать что великий страх был на церкви и это было и на верующих и написано и всех слышающих и на неверующих то есть все реально видели что такое действительно живая церковь где присутствие Божий но смотрите как интересно что в это же самое время написано что тысячами прилагался народ вот вроде бы этот случай же да вроде бы кажется имение что продают то вроде бы такие происходят вещи эти не принесли вот эту жертву неправильно сказали обманули ты посмотри они умерли но самое интересное что прилагалось три тысячи пять тысяч везде прилагались люди в это же самое время они стали настоящими столпами на которой бог строил свою церковь поэтому нам нечего даже стесняться это писание если мы ему верим нам надо так и говорить все в писании все как есть нам нельзя быть молодушными людьми я говорю неужели мы с вами добрее бога не нет не 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 теперь не тут мне не 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 И yesterday after the word of Apostle Apostle said a strong word yesterday And people started to text me that they got an idea and then this heading about a sacrifice I want to be with all nations and I don't want to be ours the one lady texted yesterday and I want God to move to me when Apostle was teaching yesterday the woman got a deliverance God prepares us God wants us to have real relationship with us if you want us to be real Christians who trust God and who are not afraid to sell flat car and to sacrifice something serious you will have everything God will give you everything and when you will be on another level you will praise God that you open it for me that I heard you and I did it and it was light I realized that it was the Holy Spirit it's great it's too important it's too important maybe you want to say something I also experienced these secret fires I realized that God didn't do something specific we didn't have such calling from God in our mission God all the time God all the time called us to sacrifice but to sacrifice and to bring these sacrifice thanks to even sacrifice and to get his favor to come on these sacrifice I want to ask you if there is somebody who has a better sacrifice switch on your cameras please включите включите так мало камер включите вы что вас надо видеть ваши глаза ваши столы ваши to see your eyes Татьяна Федина что у вас все в черное окошечке и что-то все Татьяны попрятались давайте давайте не стесняйтесь и получается вот помашите рукой те которые уже принесли жертву благодарения tell us who помашите помашите дайте полистать увидеть шик your hand who has already sacrificed who has already brought the thanksgiving sacrifices не все еще но большую часть половину а вот теперь вопрос у меня вот ко всем кто уже принес эту жертву скажите пожалуйста ваша жертва приобрела вам благоволение did you sacrifice bring you favor it's great it's great thanks to lord and thanks to a mark parcel it's great значит ты аня алина принесла такую жертву которая тебя ждал бог а остальные скажите ваша жертву приобрела ты вас подговорите да 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 в это воскресение уже приобрела в это воскресение так хорошо а теперь скажу тем которые промолчали потому что махала ну человек 400 точно а остальные вот там знаете 2-3 человека сказала что приобрела а что не так с вашей жертвой что она не приобрела вам еще благоволение может быть она еще не является той самой жертвой может она не достигла выполненных который ожидал от вас бог потому что последние разы я уже ясно слышу от бога и именно от бога через апостола через писание через людей с которыми мы общаемся что бог нас конкретно призывает что бог и что надо остановить ну соседи да получается что бог он конкретно говорит чтобы мы не просто принесли эту жертву а чтобы мы жертвовали конкретно десятки тысяч долларов чтобы мы жертвовали 10 20 30 почему бог этого так сильно хочет от нас почему бог сделал такой призыв в нашу жизнь почему он показывает из писания что ибо все которые владели землями или домами продавая их приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов почему сегодня через апостола дух святой он говорит проговорит десятки тысяч долларов бог нас переводит он уже даже перевел я вам честно скажу но знаете когда высвобождено слово когда бог уже конкретно говорит что десятки тысяч долларов вот что я жду от вас вот какой веры я ожидаю от вас для большинства из вас это не подъемная сумма это просто катастрофа для тебя это просто разрыв всех шаблонов всех шаблонов всего нормального ненормального принести такую жертву 10 тысяч долларов 20-30 тысяч долларов для тебя это просто смертный приговор ну бог он не выписывает тебе смертный приговор вышла такой же как выписал его Аврааму как он сказал принеси мне Исаака в жертву а что это означает почему богу надо было чтобы Авраам принес в жертву Исаака по той же самой причине он тебе сегодня говорит принести десятки тысяч долларов это означает что ты веришь богу вот так сильно ты доверяешь ему на высшем уровне ты веришь в него на высшем уровне ты веришь по-настоящему ты не играешь в христианство ты не знаешь запасные планы отходов для себя не строишь ты не готовишь себе знаешь запасной вариант у тебя один вариант которого ты ожидаешь от бога за которым ты идешь что он ты даст жизнь на этой земле что от него будет рождена твоя судьба он будет автором твоей судьбы все права от твоей жизни в его руках буквально вот как сильно ты доверяешь ему и об этом свидетельствует твоя жертва она выражается да кто из вас может быть принес там жертву ну давайте так скажем ну простите меня за какие-то может быть крайности или я там например что-то скажу не судите меня строго пожалуйста не правда не цепляют суммы даже уже сейчас которые там знаете еще недавно какой-то был даже огонь там тысяча долларов но я сейчас понимаю что вера она конкретно должна выражаться десятка тысяч долларов вот так сегодня Бог хочет чтобы мы ему верили в 10 тысяч долларов и для большинства из вас это болж? это бž зна bliver и для большинства из вас который неизвенит как продавать домов имение земли машины или б Praieron и мирную судьбу дайниJa дай ну ту судьбу чтобы ты мне приготовил дай не то сужение которые не значит что от тебя стоит я хочу жить склон, чтобы ты мне дашь я хочу слушать там, куда ты мне определился я хочу именно от тебя, великим Богом и для этого я сегодня строю этот жертвы я приношу эту жерку и знаешь, оно выражается сегодня по-настоящему, знаешь настоящая доверие Богу, свое будущее потому что Бог сейчас поднимает целую команду миссии, которая будет помазана святым рукам оно вы уже помазаны, но уровень доверия этой силы вы не знаете того помазание к другу, который определяет именно нашей верой в Бога но эта вера в Бога выражается в тех жертвах, которые мы приносим почему Исаак, Бог попросил Абрама Абрам был столетним стариком 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 это продолжение моего рода и Бог говорит отдай, принеси мне его к жертву представляйте себя а Бог ему обещал, что от этого ребенка произойдет в род его поколение до Авраама если вы заметили мертвые не воскресали но Авраам написано, что он так поверил в Богу если тот умер значит Бог его воскресит все равно мертвые не воскресали еще ну по крайней мере в Библии не написано не находил до этого случая но Авраам тем не менее имел эту веру имел эту веру, что История воскреснет понимаешь, мы сегодня должны что-то отдать, дорогое для нас мы должны сегодня то, к чему наши сердца прилеплены, наши души на что? наша душа опирается на благосостояние наше на наш ковр, на наш мир вот этот весь мир наш нужно взять и принести в жертву к ногам Бога нашего положить на жертву и сказать, прими мою жизнь вот моя судьба вот мы планы и вот мы планируем вот мы планируем на нашу жизнь мы мечтаем о чем-то после этой жертвы Бог назвал Авраама своим другом никогда Бог никого не называл еще другом до этого момента но Авраама Бог назвал другом сегодня Бог поднимает армию таких друзей армию людей которые не держатся за что-то материальное не боятся лишиться знаете чего-то материального но они жертвуют этим материальным чтобы приобрести духовное чтобы быть близкими с Богом как никогда чтобы быть помастанными духом седым чтобы быть теми людьми with the Holy Spirit to be people who will be the representative of the nation of the world with the world who will be anointed people and through by their word a lot of people will be accessed from Jesus Christ to these people these are the people these are the people from the Apostle Pheoms it's like you go to и мы возьмем то, что есть у нас мы возьмем у наших, знаете, у многих она не черная жизнь она серая, она не настоящая у Бога, он от нас ждет настоящего он ждет нам от нас этого и он даст нам это настоящий, настоящую жизнь когда люди, которые верят в Бога по-настоящему when people trust God, sacrifice Him and when your sacrifice gets me favor for you and it's when you go to another in different rooms and all doors will be open for you it doesn't matter where you are you are anointing and God's great favor is upon you and God will be your friend he will call you his friend God is awaiting from you to bring thanksgiving sacrifice in such a way to get his favor we don't need money God doesn't need your money we of course it's good but when we sacrifice it's not the question of money the main thing is your face how you trust God and is it a sacrifice for you or you just call it sacrifice does this sacrifice get favor for you does this favor get favor for you think right now if you have faith in your sacrifice will you will you remember this sacrifice and don't forget it and will your life change after this sacrifice you have a testimony when by your face you please God and when you sacrifice like Avil it is written Avil brought sacrifice by face better than kind by face we can only sacrifice and bring thanksgiving sacrifice only by face you would not sacrifice 10,000 dollars without a face if you trust him all your life your future the future of your children your family the future of your service the day when you leave this earth if you give your life to Jesus you have your face and when you sacrifice when you give God and you tell God all my life is in your hand I give you my life and I know that you prepare from me from what is from heaven from your miracles your anointing your prayers and today friends through this peace this sacrifice it's like a button it's like a bridge from one life to another when you sacrifice your life you will be another person you just keep God and you have only a life clean peace and you have a revelation inside that you have with God many people sacrifice like Cain and they were disappointed in God but today God wants us to sacrifice like Abel Abraham real sacrifices and these sacrifices should change our lives we should not allow your life to be people you should not allow your service to be previous our God is great hallelujah hello hello we're so happy to see you all you have so many food food we have spiritual food like bible and you have pizza your bible is closed good good hello all you should have a lot of food Jesus fed people when Jesus was feeding people То есть все так объелись, что запомнили это всю жизнь. Понимаете? И я думаю, вы должны на каждой ячейке так кушать, чтобы запоминать это на всю жизнь. Понимаете? И говорить, вот на этой ячейке мы так поели. Понимаете? Это уже будет что-то, да? Мы-то тут скромно. Знаете как? Нам-то шоу, нам главная Библия. А вам? Я шучу, шучу, шучу. И я помню, как один человек говорил, я начал на домашку ходить. Я помню, когда портсен started, что я был виситин в селлгопе и после работы думал, чтобы пойти на эту домашку к ним. Или пойти домой. Нет, пойду на домашку. И я думал, что он был в домашку. Я даже знал, что это было время, когда это было 20 лет назад. Это было 70 лет назад. Получается, он ходил, посещал людей по домам, потому что у него дома есть нечего было, и он тупо ходил, чтобы поесть. Он приходил в один дом, его там покормят, в другой дом, там покормят, и он говорит, я вот так вот выживаю, говорит, хожу, проповедую, говорит, и питаюсь от Евангелия. И, you know, he said, I was preaching, and I was, you and food, you know, it's great in the interesting time, I want to tell you all, soon Victoria will come, we will talk, we will all pray, and I'm so happy that all cell groups are together, that the whole mission is together. I want to remind you one thing, that we are mission, we are Jesus' body, we are in Jesus' body, we beat the devil, and we take away святого духа, and we give the Holy Spirit in your hand, you know, apostle, prophet, teacher, we are mission, Michael, thank you for the word, Татьяна, you are talking about sacrifice, is it interesting for you, I want to tell you my idea about sacrifice? I didn't tell you a lot about it in my life, you know, I had these barriers deep in my heart, and I didn't pay a lot of attention to realize it, and I decided now to tell you about it. You know, you know, you know that I was living with Victoria in a poverty year, and how was in that condition, you know, when you live deeper in this city, you have opportunity to earn money, you know, I had the opportunity to earn money, He was a business man, he was a business man, he was a very successful person, and he came to me, and he said, you know, my partner left me, let's bid together, I will buy you a car, you will have 100, we will have 800 dollars, You know, Victoria was pregnant, you know, Victoria was pregnant, you know, to choose service, it was like a suicide, you know, to choose service, it was like a suicide. You know, it was like a suicide, you know, the walls were damaged, and the zero force broke, 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 and the zero force broke. the zero force broke down, after all that was, was a suicide. А вот я захотел, знаете, вот по-настоящему, я настоящего захотел. Вот мне захотелось, но если Бог, вот как, знаете, в 2006, если Дух Святой, ты личность, и ты хочешь со мной дружить, и ты конкретно хочешь, чтобы я был твоим другом, и ты на самом деле Бог всемогущий, и я как будто бы уверовал еще в одного Бога. Знаете, еще появился один Бог, и я в Него уверовал, в нового Бога. Я как будто родился свыше тогда, такое было у меня ощущение, у меня душа была наполнена. Но вот почему я это достал на колени и сказал, коснись меня? Потому что если ты есть, приди и коснись меня по-настоящему, не духовно. Духовные переживания я вижу у всех людей сегодня, понимаете? И каждый расскажет о том, как ему Дух Святой говорит, о том, как он там откровения получал, о том, как его Бог благословлял. Но живет он точно так, как и жил. А вот мне захотелось, знаете, мне захотелось увидеть Бога, который Вот в Библии написано, знаешь, что Анна молится, в первой книге царств, во второй главе, и она молится и говорит, избрение возвысит он нищего, да, и посадит свельможами. И знаешь, я вот читал, да, там, лук сильных преломляется, немощные припоясываются силой. Я помню, почему-то я так заострился на этом, там, на вот этих вот местах в Библии, где говорится, что Бог, там, слабый скажет, я зелен, там, бедный скажет, я богат. И, знаете, все это, в какой-то момент, я вот просто, знаешь, признал, что все это, все это лозунги какие-то. На самом деле, ничего этого в жизни нет. И если есть Бог, я знаю, что Он есть, но если Он есть, то почему тогда я так живу? Почему тогда я как пастор, я не могу вообще видеть настоящую другую жизнь? Если я читаю про героев, веры, да, там, я читаю про тех, кто... Я захотел понять, если в Библии так написано, ну, пусть это произойдет. И вот, когда я получил откровение, Левит 22, 29, вопрос стал ребром у меня. Потому что Бог мне сказал, ты должен пожертвовать так, ты должен начать жертвовать так, чтобы себя подставить, чтобы ты страдал, чтобы ты мучился из-за этой жертвы, чтобы ты потерпел, ну, знаете, лишение конкретное, и чтобы всю свою жизнь ты помнил об этой жертве. Вот как Межава Левовича, да, вот я слышал, как бы она говорит, понимаете, это вот такой момент серьезный был, потому что как будто открылась дверь. Когда Бог, значит, открывает дверь, многие люди не понимают, что это значит. Вот, к примеру, я покупаю апартаменты в Ялте, я молился несколько лет, чтобы там Бог не дал апартаменты, прямо на берегу, прямо на пляже, прямо на опера Прима, зайдите прямо в интернет, забейте, опера Прима, и вы увидите, это самое лучшее здание в Крыму, наверное. Но когда Бог открыл дверь, а как это было? Я молюсь, продаю свою машину, Audi 8, которая была нулевая вообще, да, и вот я ее отдал на продажу, представьте себе, и она стоит в Киеве, и я в Днепре молюсь. И вот я молюсь, 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 чтобы продать ее. И Бог как бы отвечает на мою молитву, приезжает покупатель, садится. Но я молюсь, чтобы ее купили, и в этот момент Дух говорит у меня, ты должен пожертвовать машину. Я понимаю, что в этот момент, когда я жертвую машину, я не машину жертвую, я жертвую апартаментами. И мне не хватало 300 тысяч долларов. Машину тогда забирали, ну она стоила 200, я ее за 150 уже отдавал. Знаешь, если бы забрали. И я сразу звоню туда, и говорю, я не продаю. Тот менеджер говорит, не может быть, человек уже вот стоит, он уже в машине уже сидел, уже все, он стоит возле машины, он ее покупает, он уже практически оплачивает в кассе. Я говорю, нет, и я прям там с ним конфликту у меня был. И я забираю машину назад, и я понимаю, что я сам себя. Посмотрел, когда Бог открывает дверь, то он открывает дверь, и выглядит это так, что ты наоборот не приобретаешь, а ты теряешь. И вот я отдал машину вечером, ее прям пригнали прям быстро мне. И вечером уже позвал этого человека, я говорю, мы вышли на улицу, я говорю, прикольная тачка, да? Он, да, я вообще в шоке от этой машины. Там это же было V12, 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 12-цилиндровая, 6,3 объема, знаешь, такая новая машина, самая навороченная Audi. Я говорю, пристань, он присел, съел, машину завел, я там, вау, 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 я говорю, все на твоя. Ну, знаешь, он был в шоке, конечно, да, он был в шоке. Но я знал, что я остался без апартамента, потому что срок у меня оплаты вышел. У меня была в шоке, и я не забывала, и я не забывала. На следующий день, меня благословили. И конкретно благословили. Мне надо было 300 тысяч, и мне конкретно 280, и 20, и все далее. Вот просто, просто благословили, и все. Вот не поверите, просто принесли, и дали деньги. 300 штук положили на стол, и все. Но когда Бог открывает дверь, понимаете, вот к чему я говорю, что когда он мне сказал, что нужно жертвовать так, чтобы себя подставить, чтобы ты страдал, чтобы ты вообще пережил... в мучении из этого, я вдруг начал понимать, вот первое, две вещи, вот смотрите. Первое, разница между жертвой и даянием. Потому что, подумайте сами, жертва, я думал, что даяние, когда я даю, это и есть жертва. Но, когда Иисус Христос сидел у сокровищницы, и Он прям сел, представьте эту картину, сидит Иисус у сокровищницы. стоит народ и смотрит, как Иисус смотрит, как люди жертвуют. И люди между собой говорили, вы представляете себе, насколько Он любит деньги, как Он контролирует всех, как Он хочет, чтобы все давали бабки. «Ой, ой, 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 вот тебе Иисус, вот тебе и святой». И написано, «Богатые клали много». А потом подошла бедная вдова и положила две лепты. И тут Иисус молчал, а вдруг Он, оп, и заговорил, и говорит, «Вот, смотрите все». Внимание всех и так было на Нем. Он говорит, «Вы должны сейчас увидеть одну картину, что на самом деле, говорит, жертву принесла здесь, вот эта вдова, потому что все они давали даяние, а она дала жертву». В чем была разница? Смотрите, в том, что когда ты даешь жертву и подставляешь себя, ты убираешь все возможные подпорки, все возможные, можно сказать, фундаменты для завтрашнего дня, в чем тебе успокоиться. Ты так себя подставляешь, что если Бога нет, то тебе конец. Если Бог даже есть, но не придет к тебе, тебе конец. Ты просто себя вот так обрекаешь и как будто прыгаешь со скалы, летишь, и Бог должен тебя оп, и поймать своей рукой. Вот в чем жертва. Жертва в том, что ты себя подставил так, что ты зависим от Бога. Вот тебе в чем жертва. Вдова, она отдала дневное пропитание свое, и этим она подставила себя. Она знала, что у нее даже ничего не будет, чтобы положить кусок хлеба в рот. У нее не будет ничего. Завтра, значит, и послезавтра, и вообще. Но она себя прям сразу в этот момент обрекла конкретно и подставила, и она была в таком положении, что если Бог ей не поможет, то у нее вариантов больше никаких нет. А если варианты еще есть, то они были у фарисеев, у богатых, которые клали много. И вот у них было много вариантов. Знаешь, они клали много, но однако они оставались все равно в чем. У них на завтра была опора. Не Бог, а у них на завтра была опора и в богатстве, и в деньги. Вот почему говорится богатому трудно войти в Царство Божие. Потому что на самом деле богатство это не просто много денег, а богатство это когда ты думаешь за завтрашний день как человек, чтобы зависеть не от Бога, а зависеть от своих каких-то вещей. Я вам расскажу сейчас историю, которую я давно рассказывал, но вы знаете, такие истории я не часто рассказываю. Значит так. Интересно? Слушайте. Я, получается, в Днепре купил дом. Дом мы взяли в кредит. И представьте картину, только мы взяли дом в кредит, бам, и кризис рубанул. Доллар взлетел несколько раз, а мы взяли кредит долларовый. И каждый месяц у меня, знаете, вот такой вот стресс из-за того, что нужно платить за этот дом кредит. Я помню, вы платили очень большую сумму. Боже мой, тогда это было просто доснословная сумма. И вот каждый месяц мои платья, каждый месяц я молюсь, и каждый месяц. И вот я хожу по двору. И это было, чтобы вы понимали, уже прям месяцы и уже какой-то день подряд я просто усиленной молитвой, как я умею, я молюсь, и говорю, Бог, освободи меня от этого кредита. И я прям прошу Бога, закрой этот кредит. Я визу славу. Сделай дело. Закрой кредит. И в один день, представляете, Бог ко мне проговаривает. Говорит, ты сейчас хочешь на самом деле освободиться от меня, потому что каждый месяц я даю тебе деньги, он мне отдавал их в последний день. По твоей вере в последний день. Но ты хочешь от меня освободиться и жить свободно. Ты не хочешь мне дальше доверять. Ты не хочешь дальше, чтобы я тебя обеспечивал. Ты не хочешь, чтобы я решал твой вопрос. Ты каждый раз переживаешь, и каждый раз ты думаешь о том, как бы освободиться от Бога, чтобы Ему не молиться, Ему не верить и Ему не доверять. Ты хочешь от меня освободиться. И я говорю, Боже, я не думал никогда так, прости меня. Пусть этот кредит будет хоть всю жизнь. Я хочу тебе верить. Но я увидел, друзья, что за этим кредитом на самом деле у меня в жизни. И желанием от него освободиться было желание освободиться от веры, желание освободиться от Бога, от того, чтобы зависеть от Него. Понимаете, вот что было, и когда я это понял, я покаялся в частности. У меня, знаете, вот такая была ситуация, что я сказал, Господи, с этого дня я даже переживать не буду. И как только я это сказал, как только, вот вы не поверите, я решил этот вопрос, вы знаете, что после этого я даже не помню, вот прошло сколько времени там вообще, вообще и времени прошло, и этот кредит вот так бам и закрылся. Потому что Бог увидел, что я готов хоть всю жизнь, я хочу верить Ему. Я получил обличение от Него, что я не хочу как вдова зависеть от Него, понимаешь? Я хочу как богатый быть, я хочу иметь что-то. Я скажу вам так, жертва благодарения, когда мы приносим сейчас, это возможность для нас испытать и самих себя, и Бога по-настоящему. Вот моя мысль сегодня, смотрите, настоящий Бог и настоящее благоволение, то есть настоящая жизнь в сверхъестественном. Если говорится «избрение», он поднимет ничего и посадится вельможами, то я хочу сказать, что если это написано в Библии, ну, знаете, вам не надоело вообще читать Библию, видеть там одно, а в своей жизни другое? Вот такой вопрос хочется всем задать. Вам не надоело, вот признать, если Библию, я же жил так, вот поверьте, десятки лет, так я еще и жил и молился по 8 часов, понимаете? А жил и все равно делал вид, что Бог в Библии в моей жизни есть. Но Его не было, этого Бога в Библии не было. Я слышал про Духа Святого, но я никогда не видел, понимаешь, чтобы Он пришел конкретно. Я не видел вообще, чтобы раковый больной исцелился, я не видел этого, понимаете? То, что у нас сейчас происходит, о, друзья, ребята, слушайте, братья, сестры, да, вы просто привыкли к этому, на самом деле, да, это чудеса, которых люди вообще за всю жизнь верующие не видели. Чтобы вживую увидеть ракового больного исцеленного, или вообще просто исцеленного. Это чудеса, самые настоящие, которые просто Бог у нас делает, но мы привыкли к ним. И я вам скажу, у нас люди так привыкают, что, ой-ой-ой, в Металлурге, помню, у нас были собрания, люди выходят по 20 человек, рассказывают, что они от рака исцелились, и люди перестали аплодировать. И я просто, по-моему, ее закрыл, сказал, я больше вообще даже 7 месяцев где-то, я специально ничего не делал, пока ко мне не пришли, не сказали. Они говорят, пожалуйста, давайте мы будем дальше так делать. Я говорю, посмотрите, вы привыкли ко всему. Оза привык к присутствию Божьему. Всего Бог убил его. Знаете, мы духовно, бывает, умираем, потому что мы привыкаем к славе Божьей. То, что вы видите сейчас, вот смотрите, вы видите силу Божьей. Вы не должны к этому привыкать. Вы не должны привыкать. Люди вот так привыкают. Я бы вот с кем-то поговорил два раза, он уже со мной так вот разговаривает, там, о, Вовчик, привет. Понимаешь? И ты смотришь на него и думаешь, я тебе не Вовчик, я знаю, кто я, я помазанник Божий. Дух Святой на мне и таких людей за 100 лет появляется несколько человек, понимаешь? И я прошел и свою цену платил. Но человек привыкает, быстро очень, понимаете? Но привыкаем мы не только к величию Божьему. Мы привыкаем к тому, что мы Бога не видим в своей жизни. Мы читаем Библию, и мы уже, видя в Библии, что Бог один в Библии, а в жизни нашей другой, мы каким-то образом себе это объясняем. Но я вам скажу, что делает дьявол. Дьявол нам объясняет. Он начинает говорить о том, что мы несовершенные. Он начинает говорить о том, что мы не подходим Богу. Он говорит о том, что, ну ты же, кто ты такой, и кто такие люди из Библии. И вот здесь наша ошибка. Потому что в Библии такие слова есть, на которые сейчас вы все обратите внимание. Я буду цитировать, хорошо? Послание Якова. Говорит, Илья был такой же человек, как мы, и помолился молитвой, и не было дождя, три года и шесть месяцев. А зачем это написано? Илья был такой же человек, как мы. Интересная музыка, да? То есть, как бы, сам Бог нам говорит о том, что люди в Библии, они были такие же, как мы. Значит, мы должны видеть Бога. Это будут настоящие друзья. Это то, что меня зацепило. Я захотел увидеть Бога. Настоящего, который возьмет мою жизнь. Если Он говорит, что из бедного Он сделает богатого, из больного здорового, я увидел, Он сделал. Но я хочу увидеть из бедного, богатого. Для меня это было большее чудо. Я был признан. Потому что я пережил исцеление, но я никогда не переживал, чтобы Бог, Он взял и сделал бедного богатого. И вот тогда, когда я начал приносить эти жертвы, вы знаете, я начал приносить эти жертвы, подставляя себя, убирая все подпорки, делая свое будущее бесперспективным, делая свое будущее тяжелым, своими жертвами. Я делал так, чтобы не на что было мне опереться. Вот даже у меня был момент, тоже расскажу вам историю. Получилось, в начале Днеприя, я, короче говоря, парень умный, знаете, и решил начать собирать деньги, откладывать. А знаете зачем? А-а-а. На черный день? На черный день. А вот знаете, зачем откладывал? Вот я откладываю деньги и чувствую, как мир наполняет мое сердце. И откладываю, а потом я откладывал где-то 100 тысяч гривен. И у меня получается такая картина, когда Бог меня посвящает. И конкретно мне, вот так вот просто конкретно проговаривает. Из 25 главы Матфея, где человек взял и талант закопал. И показывает мне, говорит, смотри, твои деньги могли сегодня спасти людей, но они не спасти. Но ты, говорит, их откладываешь, чтобы надеяться завтра не на меня, а ты хочешь обеспечить свое будущее отложенными деньгами. Вы представляете себе? Прошло время, десятки лет. И есть одна вещь. Я никогда не откладываю деньги. Я знаю, что мне придет время нужно будет откладывать. Ну, вообще не откладываю. А знаете почему? Потому что мы договорились, что в сейфе будет лежать у меня моя вера. И все, что я жертвую, мой сейф наполняется верой. И я себя подставляю так, чтобы, если что-то случится в моей жизни, как говорят, то некуда мне падать, как руки будут. Поняли? Некуда мне просто, ну, нечего больше сказать. Просто к Богу в руки упасть и все. И поэтому даже когда, вот, знаете, вот время было, мы проходили трудные моменты, трудные времена. Я все время в руках Божьих был. У нас были моменты с Викторией, мы сидим, но тысячи гривен нету даже. Это было, вот, год назад. Мы сидим, и вот просто нет, даже, мы не можем решить какие-то вопросы, которые нам надо решить. Даже тысячи гривен было не было. Я вам скажу, так было интересно, что я помню, сижу и говорю, Иточка, до чего интересно, смотри. Вот в этот момент, когда ты можешь пожалеть о том, что ты не откладывал деньги. И поверьте, это приходит мысль, что если бы ты их откладывал, ты бы сейчас не был в этом тяжелом положении. Но ты не откладывал, у тебя ничего нет сейчас. И я продавал машины свои там и то и все, чтобы дать зарплаты людям. Понимаете? Но самое интересное, знаете что? Я сказал, нет, Виктория, мы не пожалеем, потому что мы в руках Божьих. И лучше умереть голодным в руках Божьим, чем не в руках Божьих царствовать и жить дома. Понимаешь? Ну, мы выбрали так. Это выбор человека. Но вы знаете, что произошло? Вы сейчас смотрите, а мы сидим здесь, на вилле. И так удивительно, как такое может произойти? Я что, что-то сделал за этот год? Я пошел, деньги заработал. Или еще что-то сделал? Друзья, ничего. Просто все, что я делал до этого, я приносил жертву всегда. Я приносил жертву, и я ничего никогда не оставлял. Я все отдавал. Отдавал. И получается, ничего у меня не было. И так у меня вроде как ничего и нет. Я ничего не имею. Вот что интересно. Но мы сидим на вилле, и мы только говорили, да, мы зашли, что... До чего интересно получилось? Я просто скажу, вы сейчас приколитесь, извините за выражение. Наша вилла, вот здесь вилла президента, здесь вилла, получается, дочка президента, там вилла этого сына, Елизаветы Королевы. А знаете, что наша самая лучшая? Я серьезно, наша самая крутая вилла наша. Самая лучшая, самая красивая, самая большая, вообще, эксклюзивная, понимаете? Здесь вообще, ну, это же как бы вообще практически не вилла, это целый отель такой, да, там, но он как вилла, ну, как оно и должно быть. Вилла пастора церкви Владимира. А знаете, что, что я сделал? Я вам говорю, друзья, есть что-то, слушайте внимательно мою мысль, настоящее. Вы должны научиться думать, как я тебе говорю, настоящее надо искать. Не надо искать похожее, не надо искать что-то, что будет как имитация Божьего благословения. Да не нужно вам вообще просто улучшение в вашей жизни. Вам не нужно это все. Как вы не поймете, вам нужен Бог, который придет и реально даст вам новую судьбу, понимаете? Новую жизнь. Если мы говорим о благоволении, то что такое благоволение? Ну, давайте по делу говорим. Что значит благоволение? Вот жертва обретет благоволение. Это значит что-то, настоящее благоволение. Я говорю о настоящем благоволении. Это когда в твоей жизни поломаются даже все заборы всех твоих мечтаний, понимаешь? И начнут исполняться самые громадные мечты Бога и Его планы. Благоволение Бога на тебе. То есть благая воля Бога исполняется в твоей жизни. Я говорю, благая воля. Для некоторых людей у Бога, к примеру, да, у него одна дорога, да, человек, он, к примеру, говорит, да, будь там то, будь там все делает зло. И Бог говорит, мое слово таких людей осуждает. Но благоволение, это когда благое, воля Бога для тебя всегда хорошая, это обретение чего-то, что на самом деле ты даже своими мозгами не дошел бы даже в четвертом измерении, понимаешь? Вот о чем идет речь. Я сегодня вам говорю о настоящем. Если вы хотите, просто жертвовать, просто увидеть, ой, ну, слава Богу, я экзамены сдала, слава Господу, у меня там геморой ушел, понимаешь? Нет, друзья, я вам говорю о другом со всем. Благоволение, это другое со всем. Фавор, это когда на вашу жизнь приходит, и у вас не просто я геморой ушел, у вас весь геморой в жизнь ушел, понимаете? Like all your difficulties and problems, when are they, and blessings came, and real blessings came, and miracles come true in your life, and the dreams. Мы сидим, сейчас общаемся все, да, у нас домашняя группа, мы все вроде, знаете, разделены расстоянием, а душой мы вместе. И мы можем делиться. Вот мы здесь сидим. Все здесь, правда, вот как интересно, когда мы здесь сидим каждый день, и сюда через день приезжает почетный консул. Приезжает, чтобы пообщаться. Приезжают главы полиции, понимаете? Все шишки, как говорится. Приезжают, и они садятся и говорят, скажи мне будущее. When all leaders come to us, and they want to find out about their future, I tell them, don't worry, everything will be okay. They come to experience the nighting, you know, the head of the bank. You know, it's not easy to talk with the head of the bank. Он приезжает и ждет меня с своей женой. И, you know, he came with his wife, with his family, and was waiting for me. Last Saturday, we had a party. We were talking. Blaine. You know, generals. Генерал Сенатар wants Сенатаром Донази Это благословение Это благословение Бог Год Дожит Если бы я вернулся назад На год И пожалел о том, что я не откладывал деньги Если бы я не сидел на этой вере сейчас Я бы не был Петти Что я не был Пусть aside money Я бы не был 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 Стабиль И когда вы Понимаете о чем я говорю Вот я устоял И сказал Бог Я все равно доверяю тебе Я все равно считаю, что я делал правильно Бог Я не могу делать иначе Даже если все верну тысячу раз Я делал только так И Бог Видя мою веру в Него И Бог Сделал так Что вот я здесь пять месяцев Конкретно на Бали И он Он видит Но мы смеемся С чего мы все равно не смеялись С чем вилла Я в Бали Мы купили виллу На берегу океана Там где Сертенгисты Там где Самый район Дорогой Там в Ченгул И представь себе Вилла там стоит Мы там уже месяца не были вообще Она просто заброшенная стоит Понимаешь? Это просто на Бали Люди там вообще Они бы мечтали Чтобы на ту виллу просто зайти Там такая вилла Там целая вилла Там просто улет полный Зайти на вилла Это просто шедевр вилла Это просто шедевр вилла Мы даже за него не думаем Это very nice вилла Это не отель Это шедевр какой-то Вы видели, да? Мы передачи Мы снимаем там Там локации Весь отель – это локация, да? Да, да, да Туда не посмотришь Везде можно снимать Везде можно снимать Везде можно Везде Это джунгли Это била Это все Найс Вered джанглс yesterday we were talking with consul and his assistant and I told them that I was in a hotel and I decided and I decided to find out the villa for renting and they were tied to stay in a hotel and I bought this villa I bought it without money you don't need money but you need labor you know I was tired to be there and we decided to go to another place we stayed there and bought the hotel there and finally we decided to go into the we wanted to be close to the ocean and you know and we saw the map and we went and we met nearby this place but I didn't know it the main thing is not to know and I came here and we are here if you were there you would understand that favor it's reality it's when everything will be different like somebody thought that his life would be difficult that everything was killing and taken away you know you know we are like in kingdom here he showed me what the devil does and what he does you have to know what I mean you have to know what I mean if you continue to agree with artificial things and to get little as you agreed with it God is waiting from you when you tell him God I want to experience you I say God come and now if I start to pray a lot of people will be healed you know one minute of my prayer thousands of people and I wanted his favor and I wanted the Holy Spirit you have to look for real things I was I I you know in the past I also sacrificed but my life didn't change you know I live in another life you know there is life in supernatural supernatural life is guided by God God when I talk to you now I tell you you have to live in you have to live life and your life have to be guided by by God God in the Bible you have to be listen to the revelation God is alive God God creates everything new every second He creates everything new He says God is Word at the beginning there was Word and the Word was God and without it nothing started everything started to be through Him God is Word Word means that all the time God talks creates if you think if He did something it is the question in us it is not the problem with God we should we should have great faith for God to experience through us devils they use our faith the devil faith it is fear various doubt and demons go through this sphere and they come in the experience of our life and they create the defense you were afraid and you you got it you were afraid and you you got it he binds you you live and you fear as every negative your fault every negative sword comes through but you break these locks but it will sacrifice them and you wait for God's moment God moves through your faith in your events and His words we are talking about God from the Bible and He becomes real you know God wants you to live in supernatural reality I show you the Bible the God in this Bible He wants to come in this world He needs people that's why He needs faith without faith we cannot please God as without faith we don't allow God to will Himself He wants to perform miracles not for you but for Himself He does not want to heal you He wants He wants to make miracles not for you but for Himself to worship Jesus as this this world was taken by Satan that's why we sacrifice that's why we sacrifice all people who are listening to me we are talking about thanksgiving sacrifice the first church it is reading they were sacrificing and the church was burning and it is reading that all people were doing they you know this church became the leader the leader of revelation of awakening you know when you have a mastery in your soul you think God I am ready to pay any price for you to see to see real and I want you to come I want you to come and I will do everything I want to see you to see you just not your touch and just not to be blessed by car God blessed me you know in the parts I was asking all the pastors from Canada money you know you know about 80 scars God did it but you know what does it mean to have more when God changes all your life when God does in such a way for you for you to realize that God knows you personally and that he deals with you to ask you to ask you to ask you to ask you you know you know if if you know if you know if you know what you know what you know and when 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 you for you for you for you the doors to be open and they gave hate don't be clear you know all this life I tell you it's time to live another life to experience God who says that it will be in another way that God will go in front of me say in front of me he said that he would go in front of you and 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 God's favor is upon the person God is in front of the person and when I move or you move we went there where the doors were closed imagine God talks to you personally about the doors that were in your life about the gate that were in your life about the gate that were in your life about the gate that were in your life like iron locks to be closed it is said about your life not about the life of other kings it is said about your life 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 it is said that I would go in front of you in the past in the past it was for you impossible but you would even know that I was there and I broke these doors and I opened for you the doors yes 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 hello Victoria came we are so happy to see you we are from Bali we are from Bali we are from Bali you know people tell me that they are from different countries I tell them that from Bali as I live in Bali yesterday we were in the meeting if I decided to live in Bali it means I am from Bali if I decided to get married it means I am your husband see I will give you the treasure in the place of sins see what is written for us and the treasured and the treasured I just tell you I tell you I tell you about the sacrifice that when I got this revelation it changed our life it was too powerful it was too powerful I wanted everything to be natural, real what I wanted God from the Bible in the Bible it is reading about one God and in my life was totally different and today it is time I think it is time when every person there is time when the door is open I want to tell you and when the doors are open dear friends listen to me the door is open and God tells you do it but it looks like this door is closed for you when he tells you that he opened it up for me that I should sacrifice and lose the apartment I shouldn't put aside money I should be with credit and do it don't trust God like how could it be like God open now it is time for many people to find out how we went with you through the spirit we go through everything as we have God with us God is alive God that he works and how everything started real sacrifice and real God only in such a way very often people read this scripture and they think that it was worse in the past and now it is another time we realize that there is no other way in our life that there is only one way it is the Bible you chose this way when we tried to move to walk another road to tell you the truth from the first day you realized I don't know how did you know that we were not taught it but you realized that the right way is to give and we were given from the first days and without having anything we gave we found people who were in worse condition and we tried to be the answers who could help to do something what I have and we want to do more than we have and it is the right way to do something what I have that that it it no you it it no is но слово одно – ни о чем. There are no tourists. You know, even being in Bali he found people who have needs and whom we can help today. There are a lot of people who have needs. We bought some tons of sugar, rice, eggs, oil. И мы помогли людям, но 24-го, мы едем прямо в консульство, и там будем помогать тем украинцам, которые сегодня остались. Мы не смогли выехать, у них произошли проблемы, и сегодня некоторые там из села целые, и полицы, и украинцы, и даже украинцы, и все, которые там, ну просто еды, да, они не могут помогать, и Бог, конечно, нас благословляет в том, чтобы мы это делаем. Это круто уже, это классно. И Бог благословляет нас, чтобы мы это делаем. Это, знаете, я хочу всем вам сказать одну вещь. I want to tell you one thing. Real favor we should look for. Real favor. Don't agree for something artificial. Don't agree for something that is lying. What is wrong. What is not natural, not full. Я вам говорю, я в свое время не согласился с этим. Я сказал, я хочу, Бог, чтобы ты пришел. Вот я молился уже, видишь, когда надо было, чтобы она покаялась, друзья, поверьте, я пошел и сказал, Бог, я буду в посте и молитве, пока она не покается. I would be unpaused and free till that time when she would burn fast. And one month and month and month iteness, God not has said, I would be unpaused for two hours when we are shouting to God for her to confess. I is the most frank, right? Субтитры создавал DimaTorzok 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 That I would serve Him all of my life I thought that I would drive crazy I thought that I was dying I was my niece and I asked God to help me and I promised Him to serve all my life I was a pastor and people didn't confess I worked in the city of DimaTorzok I was the main idea of my life and it was saving of people I started to pray and I said God I would not come back from this prayer I started to pray and God told me that I was proud Then God told me it's a sacrifice I told you everything I didn't have money I found everything I sacrificed I did everything And in one day God told me that peace was covered by any And in this second He told me a lot I tell you all these all these things all my life all these things He was talking to me all these people all these all these I experienced it and it didn't stop He was talking to me how he helped Он мне сказал, как евангелизировать, и первая заповедь, не проповедовать, что Иисус был другом, мытарям и грешникам. Представляешь себе? Дружись с людьми. И Иисус сказал, что я проповедовал неверующим. Он мне сказал, что проповедовал неверующим. И это сумасшествие было. Как можно было неверующим, если я всех знаю о неверующих? Причь, unbelievers. Я искренне проповедовал неверующим. Я не знаю, откуда 20 человек выбежали на покаяние. Причь, мы каждого человека знали в лицо. Если кто-то не заходил, мы знали, мы знали. Когда он был в покаянии, то мы не знали, что он был в покаянии. Представьте, как было интересно, что я сказал, никому не проповедовать, никакой рекламы. Я говорю, никому, просто идите дружить с людьми. Послал людей дружить. Через месяц в церкви 280 человек на собрание. Ровно 4 недели, 280 человек со 130. Никакой рекламы, никакой проповеди. Просто Бог мне сказал, что он мне делает. И вот я вам говорю, когда сейчас жертва, ты должен понимать, что ты жертвуешь, ты уверен, что ты жертвуешь то, что в самом деле приведет настоящее благоволение в твою жизнь. Что твоя жертва, она приобретет тебе благоволение. Я тебе прямой вопрос задаю, ты уверен в этом или нет? Я тебе прямой говорю, не занимайся ерундаом. Я тебе прямой говорю, я тебе прямой говорю. Ты должен понимать, что ты делаешь с Богом. Ты должен четко, что ты делаешь с Богом. Ты должен четко, на сто процентов сделать все. Вот как я делаю. Я вижу, что я не уверен. У меня еще есть сомнения. For example, if I have any doubts, I sacrifice and sacrifice, and I tell my Victoria that I have to be sure that I did everything, you know, and they have to guarantee inside, I have to go further and further. But I did it in such a way that God knew that I did everything, I did everything by His word. Today, the prayer for breaking generational curse, when we talk about sacrifice, you preach a lot about it, and it is the truth. You know, there is family tree, and there is curse, and when the person is curse, he is curse. You know, we have ego inside us, inside of our experience. You know, it's normal to take care of us. But in the Bible, it is said, listen, when we start to behave and to think like, in the Bible, it is said, then we, by our thoughts, and by our behavior, we change our generation. We become the generation of our Jesus, of our God. Like, we change the spiritual cell level, the spiritual structure, we become different people, breaking generational curse. You know, Abraham did. You know, he was cursed. He had a generational curse. You know, his relatives didn't know that God, and this generational curse was broken by that he was broken, he was broken, demonic roots, demonic connections. Every time you say, and you feel that you didn't do enough, and you do more and more and more. Like, Abraham, we need more to be closer with God. Another step to realize God, and when the moment comes, and he calls him his friend, when God makes an agreement with Abraham, and it works till that day, he broke these roots. It's so important to sacrifice. It's one way for us. To be like our God. His nature is sacrificing. His nature is to sacrifice. To give himself. It is sacrifice. It's the sacrifice. When the boy talks to the girl, I'm ready to give life for you. You're talking about family tree. He didn't see a father You know I had negative experience with my father Like pain all the time Especially in the childhood But what happened? Like God became our father когда мы нашли эту благодать верой потому что даже благодать принять у человека бывает вера ее принять потому что он бы как бы подумал я понимаю, я веру, я исповедую, но ему надо явление вы знаете, есть юридические вещи мы во Христе благословены, мы во Христе умны мы во Христе все остальное подождите, стоп, но это все юридически а фактически а фактически у человека ничего не переживает Таня, вы понимаете, да? но это же невозможно заставить себя это невозможно искусственно сделать ничего вот ничего, человек не переживает из того, что написано в Библии а вот когда Бог приходит, тогда начинает все становиться настоящим все становится... аминь, аминь вот что вы думаете, скажите, да? Тихьяна, tell us, what do you think about that? мы еще помним, что же ты говорила в самом начале когда мы еще там учились и когда мы только познавали что-то... когда я смотрела Писание, оно у меня не исходило с реальностью аминь что что-то случилось я не был не был я читал что он что он что он что он что он что он он и я и я и 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 все это снять с тебя, и одеться, ну короче, плохую одеться, и мы одевались секонд-хенды, которые привозили, я имею ввиду не секонд-хенд, которые вот покупают там, да, нет, а гуманитарка, которая приезжала с Канады, там труселя какие-то кто-то носил, понимаешь, бабушка умерла какая-то, простите, господи, знаешь, какие-то еще, и наши люди, вот это бабушки и дедушки все там выбирают, там молодежь выбирает себе, понимаешь, там чулки, носки, короче, знаешь, там все подряд, понимаешь, майки, трусы там разные, все остальное, и мы вот это были в этих платьях. Однажды нам повезло, что-то вы там сильно работали, помогали разгружать что-то гуманитарку, и нам повезло, и нас пустили зайти туда первых, и мы выбрать там, мы выбрать там, мы набрали, пробел, и мы в Cali сумасшедшую шоссе, мы взялиっていう цепи, верь, в пол specialеных шоссе. Да! Вер形а спрашивая, да, я помню еще что-то, да, я помню еще что-то... Я помню, что это... Я помню, что это... Мы обрали, как это... Валя была такая... Я помню это... Я помню, что это... Мы в школе, и мы были в Виктори в Hall. а москвич такой знаешь там пиджаку в разных потом раздали же жмешь and then we give all these clothes the main thing to take a lot it's trying to tell you these things одевайся как чмо и будешь святым i heard that if you put on badly it means you're a holy person if you look if you look like nicely it means you're a sinful person in the church it is taught against of prosperity that it is from devil the bible teaches us prosperity the main thing how to help and to serve people being poor i even asked myself even to buy the book i can't to buy it i want to help somebody i can't help i couldn't realize it мы помним просто ну получилось же так что таня игорь ее муж он сейчас на небе и получается они были татьяна двоем самые такие безбашенные можно сказать там была такая группа людей были харизматы игорь и таня получает это были получатся я ви . яныш сергей и канцер да получается это законники остальные были такие наблюдатели а эти все харизматам и законники но и харизмат и законники они же не сильно то понимаете ну хотя мы друг друга уважали любили ну вы же они же активные мы активы и получается а их начали прессовать так там сильно вообще и дело в том что они попали очень сильно под раздачу там очень сильно вообще за то что они решили хлопать на собрании потому что они хлопали на собрании да хотя кажется то я умоляю за что они не проблем с деканом зигуре с деканом зигуре as they decided to applause during service the church they had such problems our apostate told us it's good to applause god but they um they don't realize anything we went together with the king in college we win poverty together like we have the same life we went to perichepina town then they went to carco no i was praying i was when i needed to have documents Таня, ты представляешь, сколько у нас вместе было связано, что мы даже и не замечали этого, да, что мы вот так вот общались, сейчас только мы начинаем вспоминать и оценить те моменты, да, когда вы приезжали к нам, мы приезжали к нам, мы приезжали к нам, мы приезжали к нам, we went to touch, помнишь, но ты не понимаешь, как ты мне сказала, Таня, ты проповедуешь, я помню, я помню, I remember you told me, Татьяна, you preach, и я была за лаком. Я говорю, да. Да, я говорю, да я же не знаю, что говорить, ты нет, говоришь, давай, говори. Я помню. Я помню. То же, Игорь говорил, а я говорил. Мы ходили по Перещепино, мы раздавали приглашение, и это было хорошо, это было хорошо,、「м, да, это нормально». Люди прикрывая, и люди пришли, да, да, да. Я помню, что когда к вам не приезжаешь, вы всегда приготовите самое лучшее. Я же знаю, что денег нет. Я помню, прихожу, но мы приехали. Я помню, как много раз мы посетили вас, но я знал, что мы готовы все хорошо. Я знаю, что вы не имеете денег. Вы у нас второй ребенок. Но ваш отечество нас было, как мы были лучшие для нас. И вы делали все хорошо для нас. Мы были друзьями, друзьями, друзьями. Но вы acceptили нас, как мы были хорошие люди. Мы были друзьями. Мы прошли такое поприще. You know, we went through such difficulties. И Бог took us to preach и to spread the gospel around the world. Сегодня мы там уже говорим. Ну, так, чтобы вы знали, да, там сегодня сидят уже ребята. Где наши помощники там сидят? Вон они сидят. А идите сюда, покажитесь хотя бы. Покажу вам сейчас наших помощников. Болейцы наши, come. Please, please come here. People. Это наши ребята, посмотрите, уже помогают нам здесь. О, подвязи, подвязи. Плес, 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 плес. Плес, плес, плес. Это наши assistants, помогают нам, посмотрите, уже помогают по эфиру, уже помогают нам. Уже что интересно, если я не говорил, и уже, это наши друзья все. Здесь наши друзья. Привет! 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 мы говорим о том, что мы уже вместе работаем здесь мы говорим о том, что мы вместе работаем здесь сегодня мы говорили, и завтра уже там, наверное, приедут ребята, которые переводят с английского на китайский и tomorrow, some interpreters will come, who translate from English to Chinese they will translate our programs, and they will make our brand we are brand and you will come here and from here we will go to Hong Kong we will visit a lot of places there it's interesting and we will cover the whole world there are a lot of Chinese here in Bali they know God givers mission this mission should be a foundation why God leaders in the sacrifice as the first church started to sacrifice everything started from sacrifice the sacrifice is the beginning of favor our mission it is people like in the first church who will sell their houses and to bring to the legs of the apostle and they will become people who will bring the gospel all countries in the world apostles we are fishermen and they were nobody but they changed the whole world everything started from sacrifices we are we are nobody nothing but today we pray the Holy Spirit comes performs miracles we were students in the college together we were together and now she is an assistant she helps when you see when 150 countries will be covered by gospel you will see you don't even realize today where God called you he called you world service it's too important what we are talking about i will come back i love her to be free don't trust her if she would tell you bad words about me i want to tell you i am killed a bad story you know before coming out i am killed a bad story you know before coming out i was looking i was looking last time in the mirror you know i felt something something in my leg and i saw a huge and i saw a huge it was my leg i was shouting it was too loud even the boys even the boys heard it even the boys i am not kidding it was true it was true we have it's great time we are talking about sacrifice there is no other way there is no other way people who realize this sacrifice they break through and it's moment i will tell you honestly you have to do this step it's like you do this step our apostle teachers when you sacrifice you put yourself like in the corner if it is for you not a sacrifice the sacrifice should put you in a corner before sacrifices you have to realize it's not easy to do it must be something serious and deep inside when you when you when you these material things and money you bring your life i remember about my myself when vladimir told me that i had to open the church in in nipra when we were in college we were asked about our colleagues and all our clever men who 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 and and who who and who who and Ну и все там говорили, пасторам, пасторам. Наш апостол говорит так, я евангелист. Он сказал, что его призвание евангелиста. А оказывается, пасторам поддержку давали, а евангелистам не давали. Так мы и поехали без поддержки. А я вот и в тот момент, и потом всегда так это понимала, что я помощник моего мужа. Вот что надо пахать, пахать, копать, копать, строить, строить. И помню, пришел день, когда он мне говорит, Виточка, мы уже были в Днепре, у нас уже была церковь, тогда мы собирались на левом берегу, такое было ДК. Нет, вот в Шиннике как раз я открыла Металург, ДК Металург. Мы там собирались, нас уже было так достаточно много, и он почувствовал, что нам нужно на правом берегу тоже открыться в районе. И мне надо его открывать. И я помню, для меня это был, ну, вот внутри, как настолько непростой шаг в таком плане, что я понимала, что если я говорю «да», в какой-то момент я поняла, что как будто это у тебя ребенок рождается, и уже никогда твоя жизнь не будет прежней. Что если ты говоришь «да», то ты всю себя уже отдаешь этому, и это было настолько серьезно для меня, что я знала, что я подписываюсь под чем-то на всю жизнь, отказываясь от себя. И я помню, я поехала в Перещепино, попросилась, поехала в Перещепино, я тогда помогала туда, ездила, тоже проповедовала там. И на три дня вот так просто закрылась, пошла в пост, молилась, сидю, читаю, библию, молюсь. Ну, я однозначно, да, просто чтобы не быть готова к тому, чтобы начать это служение. И потом приезжаю, и Вовочка мне говорит, слушай, вот я подумал, посмотрел, так мне тебя жалко. Может, не будем, говорит, уже открывать. Боба, look at me, he felt pity, he said, maybe we would not open it. He realized that it was difficult. Now we open it, and we open a lot of churches for this period. At that time we had only one church. We were together with him in Перещепино. Then in Перещепино, the church left, and we went to the city, Dnipro. We didn't have other pastors, we didn't have another church. It was too serious. He looked at me and said, maybe we would not do it, maybe in some period of time. А я так, знаешь, так смотрю и говорю, как это, нет, как это, не будем, будем. И вот в этих словах даже чуть по-другому я ему сказала, вернее, я сказала, будем, а подумала, что, а у меня другого пути нет. И я думала, что это может быть, и я его выбираю, и по-другому просто быть не может. Ты знаешь, почему я это рассказываю? Потому что есть жертва финансовая, да? Есть жертва, когда мы посвящаем, да, посвящаем на служение, посвящаем себя какому-то делу, да, людям себя посвящаем. И оно настолько переплетено это все, и на самом деле невозможно, принося жертву, чтобы это было как-то вот легко. Если это действительно жертва, которая достойна просто радикально менять твое будущее, достойна открыть для тебя путь, стать человеком, вот, столпом в миссии, да, человеком, через которого Бог двинется в определенном направлении, или делать свое дело, вот, чтобы себя к этому подготовить, невозможно обойтись без вот такого настоящего посвящения, да. И там уже у нас и жертва идет, как и внутренняя наша, да, но она подтверждается в деньгами. Я помню, Таня, я не знаю, по-моему, тоже на колледж к нам приезжал один человек. Кажется, кажется, на колледж, когда мы учились. Помнишь, он проповедовал, учил и рассказывал историю про кошелек? You know, when we went to college, the man came, and he told the story that it was difficult for him to sacrifice a wallet. Да, я не помню. Когда он приезжал, тогда, помню, пастор Крейг, там, кто-то от него, по-моему, приезжал. И, короче, иностранец. Я последний день его запомнила, потому что он рассказывал интересную историю. Он говорит, например, что он служил Богу, там, ну, ходил с ним, с ним, с ним. И пришел день, когда Бог, он Богу начал молиться. When he started to pray, God, and asking God, raise me up. Like, he started to talk with God about devotion. And God told him, give me your wallet. And he decided to stop praying. He was praying in this service, like, and when God asked him, what, did he stop to pray? And in him, again, in the church, there was a powerful prayer, fire inside, to follow God, to devote to him. He told him, God, I am ready to give you my heart all my life. And God told him, give me your wallet. And he again stopped. And there was a fire inside. And he told him, God, I give you everything. Why do you need my wallet? I need the wallet. And you give me my wallet. Why do you need it? And the second time, and in some period of time, the third time, again, he was praying and asking, Lord, and said that I devote you my life. And God helped him, give me your wallet, and he said, God, I give you all your wallet, and he took the wallet from the pocket, and gave it to God in hysterics. I remember this story. You know, devotion is impossible without money, without giving your wallet to God. Why are we talking about sacrifice? If you come to a new life, you want, you want to have supernatural life, you want to see life from God, and you want to see everything from God. There is only one way, only one way, and this way is through sacrificing. Franks, what do you think? Только так. Виктория, you told about wallet, and I got an idea that you allow God to guide your financial area. How you can trust God if you didn't allow God? If we allow God to guide our financial area, it means we allow Him to guide all areas of our life. Every time I am listening to God, every time I am listening to the teachings, and I realize that the relationship with God is in another way. And I realize that the church, and the church, and the money, and the personal life is separately. The spiritual life, and the spiritual life, it includes all years of your life, and money, and everything should depend on God. And I feel that it's time, and the pastor teaches us a lot about sicker for us. That everyone should sicker for us without any doubts, and I pray for them to be together with the pastor. Виточка, я вот думаю, что финансы – это как лакмусовая бумажка, знаешь, которая проявляет тебя настоящего. Money is like a share of paper that shows you to be real. If for you it's difficult to give your wallet. I was reading today, the Bible, Matthew. Да, да, да. И я понимала, как сеяние при дороге – это как всегда типа принятие слова Евангелия. А сегодня я так медленно читала его, и прям я понимаю, что это относится к любому, к любой сфере. Это значит, что ты не слышишь, а там написано «кто слышит, и разумеет, и разумеет, и разумеет, и разумеет, он принесет плод». А если ты, вот сейчас пастор говорит, вы понимаете о чем я говорю? А если ты слышишь и не разумеешь, написано «предет лукавый и украдет у тебя». И ты ничего не получишь, вот ты никакой, не принесешь. Это слово относится ко всему. Это значит, что жертве, когда пастор говорит, когда мы о чем-то говорим, то есть это касается всего, а не только. Как человек принимает Евангелие? Нет. Это относится ко всему. Вот надо нам сейчас услышать, чтобы это шло, и уразуметь, чтобы оно принесло плод в 30, 60 и 100 крат. Вот сто процентов, Таня, ты говоришь, вот прям вот, я вот недавно буквально думала за это местописание, и вот точно так же я размышляла, что это касается полностью любого вопроса. Прямо пришел к нам в гости. Аминь. Любого вопроса, любого. Потому что пастор сидит и прям говорит, вы меня понимаете, а я сегодня так вернулась, чтобы слышать и неразумеющий. Это значит, что млада не будет. Поэтому вот нам надо слышать и разуметь. И тогда, понимаете, вот надо нам услышать, прям услышать, что апостол говорит. Это для нас, это не для него, не для Витточки. Вы посмотрите. Ну все есть. Единственное, мы хотим, чтобы мы были с вами вот так же. Апостол и Виктория увлажили все, что имеют они. И более того, скажу, на нас, вообще на апостола, Бог возложил реальную ответственность. Это видение. И он понимает, что для того, чтобы нам это видение осуществить, для видения нужна команда. И видение настолько велико, что команда должна быть великая и по количеству, и великая по качеству. Это должны быть люди. Вот почему мы сравниваем, да, с первой церковью. А почему мы решили, что для того, тогда, для того пробуждения, это нужны были люди нас такого качества, которые готовы были потом идти и с улыбкой отдавать свои жизни за Христа. Почему мы решили, что сегодня, для пробуждения последнего времени, для того, чтобы это видение осуществить, нужны люди другого качества, слабее, проще, для которых, может быть, не нужны, не надо идти на такие жертвы. Во-первых, мы не знаем, что будет завтра. Ну, никому не хочется, да, заканчивать так, как апостолы. Наши девчонки сидят, машут головами. Давайте лучше о хорошем, да. Но знаете, друзья мои, ну, представьте себе, просто вот мы размышляем, да, но эти люди, настолько они были внутри, вот посвящены Богу, о каких деньгах там вообще могла идти речь? Люди жизни своей отдавали, правильно? Ради пробуждения, ради того, чтобы реально Евангелие вот заложить такое основание, чтобы по сей день снова и снова, снова и снова рождались новые и новые христиане, несли дальше это слово. И сейчас, в последнее время, и на апостоле вот на нем вот эта ответственность. И поэтому он сидит и говорит это вот постоянно и постоянно. Я знаю своего мужа. Я знаю его как мужа, и я знаю его как Божьего человека. И я знаю такую вещь. Если что-то, какой-то вопрос, ну, какое-то откровение, да, если что-то, оно уже вот утверждено, если что-то сделано, это тот человек, который, ну, это новатор, понимаете? Это он идет впереди. Он никогда не будет даже с шага стоять просто на чем-то, что уже вот сделано. Это вот что-то сделано, например, оно закончено. Все, он тоже будет делать следующий шаг. То есть, если что-то мы сделали, если что-то все услышали, и если мы делаем следующий шаг, если он это говорит снова и снова, снова и снова, это говорит о том, как вот Танюша сейчас говорит, что есть еще умы, которые не разумеют, которым нужно еще услышать. Поэтому мы будем продолжать это говорить. Потому что, знаешь, для вот этого видения, для этой мистии нашей, для того, что Бог нам поручил, нам действительно, мы должны быть настолько сильными, чтобы какой там дух Мамона, нам нужно растоптать его просто, знаешь, до основания. Мы должны быть такими сильными. Поэтому, естественно, невозможно стать сильным человеком. Если человек не может просто наступить на свой эгоизм, если он не может по-настоящему посвятить свою жизнь Богу, и финансы показывают, посвящен ты Богу, доверяешь ты ему или нет. Если ты Богу доверяешь, значит, ты можешь идти за Ним, значит, Он может доверять тебе. Правильно? Это доверие, вот оно же как-то, ну, должно быть проявлено, да? Если я Богу доверяю, значит, я не переживаю. Значит, я беру, иду по Писанию, все, что у меня есть, оп, мы отдаем. Мы доверяем Богу. Смотрим, Бог дает еще семя сеющему, да? Мы берем это семя, мы сеем дальше, и мы, вот как апостол говорит, мы, знаешь, как утверждаем, утверждаем, утверждаем. Слава Богу, что у нас сейчас есть это время, что мы, знаешь, раз, что мы принесли, что мы принесли. Понимаем? Не-не-не-не, надо еще. Надо еще. Надо еще. Помнишь, как в Писании, когда нужно было бить, пророк сказал одному из царей, чтобы он бил стрелой по земле. Ну, это был как раучерский такой акт, и вот, чтобы он продолжал бить, и это было, как каждый удар, когда победа над врагами. И этот человек, он бил, а потом остановился. А пророк ему говорит, вот, если бы ты не остановился, а продолжал еще бить, то победа была бы полной. Говорит, нельзя было остановиться. И знаешь, вот апостол сейчас понимает, что для нашей полной победы нужно каждому в этой своей жертве дойти до конца, дойти до того момента, которого именно хочет Бог. И дойти до того момента, когда жертву тебе уже Бог назначает, и ты ее исполняешь. Да? Потому что есть момент, когда мы сами себе назначаем. Есть момент, когда Бог, он нас растягивает, да? Он нам, например, говорит, вот, молодец, хорошо, ты сам себе назначил, умничка, делаем следующий шаг. Знаешь, как с детками? Делаем следующий шаг. Теперь давай попробуй вот это. Оп, получилось. О, умничка, хорошо, что там, знаешь, как у нас с Рэмбо, да? Как с Рэмбо. Дальше. Следующий шаг. И где-то нас растягивает, растягивает. А в какой-то момент смотрят, мы уже готовы. И Бог говорит, а теперь, вот ты. Сможешь? Авраам, принесли, 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 принесли жертвы. Ставил жертвенники, ставил жертвенники. Был момент, когда он пришел к тому, что он отказался от того, чтобы... Помните, история, когда... Несколько царей, они воевали, и... There were some kings, they were fighting. Царь Содомский, да. И он предложил Аврааму взять его часть, а тот не стал это брать. И наоборот, десятину принес Милхаседеку. Да, но смысл был в том, что... The main idea... ...в такой уровень, когда он смог реально как... ...правильный, как такой... ...почувствовать, что надо делать. Отказаться от человеческого... ...пойти опять за Богом. The main idea was to follow God. Невозможно было прийти к уровню Исаака сразу. From one level to another level. And then he reached the level of Исаак. It was imporcible. It was the purse. And today also we come. From sacrifice to sacrifice. From face to face. We walk, 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 walk. Till the moment. For every person. ...назначает эту жертву. Мы приносим ее с Богом. God... ...вот это победа. Вот это тогда уже именно то, ...чего Бог добивался. This is the victory. And then God says... It is written... ...sacrificing. He made an agreement. Amen. ... ... God wants to have an agreement with every person. That we are together. But for this we have to sacrifice. ...нам тут уже и Рэмбо приходил. Рэмбо was with us. He is with us. It was too interesting. We went to Nipro. There was college. И мы собрали 100 тысяч долларов. We collect one hundred dollars. We just sent him this sum. ...вот подумайте сами. Мы сами нуждались в деньгах тогда. ...вот подумайте сами. ...вот думайте сами. Мы сами нуждались в деньгах тогда. ...вот думайте сами. Мы сами нуждались в деньгах тогда. ...вот думайте сами. 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 в колледже жертва предшествовала откровения о том, чтобы проводить там точно, точно но там мы собираем 500 тысяч долларов мы собрали тогда 300 тысяч долларов 320 тысяч долларов и мы отправляем это доктор Юнгичо 500 тысяч долларов 500 тысяч долларов и мы собирали ещё 500 тысяч долларов и поэтому мы собирали еще 500 тысяч долларов и теперь нам пошли $50 band а потом следующие 650 тысяч долларов и мы уже собирали пастору Ральф и мы опять отправили и получили то что мы отправили и превели и теперь сейчас мыMERLO даже если бы он не нуждался все равно здравомыслящий пастырь я вам скажу что я был не здравомыслящим я был безумным я хочу сказать что это было crazy паста я был не здравомыслящим я отдавал и отдавал и даже когда собрали жертвы в 18 году на колледже и все деньги до копейки я взял и пожертвовал конкретно чтобы в Латвии были церковное здание и я sacrificed this sum то buy churches в Нига то buy buildings I loved it more than financial guarantee он уехал он был в шоке он когда увидел сколько денег он был в шоке он когда увидел сколько денег он буквально за его приезд 320 тысяч он был в шоке да 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 и мы когда его благословил 150 тысяч он взял на спой за руку я взял 150 он говорит почему ты мне не сказал раньше что ты пожертвуешь такие деньги что я понимал что пусть будет всё так как бы быть пусть Бог действует без всего а жертвуя до в конце вот как бы знаете у меня такая coment Doh у меня такая мысль была Frage мне God to move En� hall и молится и меня рука у меня электричеством как наполнился ну стоков его Adrian Eva и многие люди даже не понимают что стояли на коленях когда мы стояли на коленях когда новообращенный помните холод этот большой за сцены и там получается спорте и были все люди это что мы только приехали в киев мы с ним еще дружбу не имели какой-то да мы сидели за сценой прямо там как вы не уборщики сидели и ждали но это же было как раз перед колледжем это worse before the college у нас там одно собрание только было год назад которые сорвали you know there was only one ministry we conducted and the hall was absolutely empty and i started to see that people were everywhere the hall was closed was full people were shouting talking i saw it in the first dimension i was filled by this power i realized that it was impossible you know i was in st dnepro there was church and we just came here and you know the service was broken when we were there it was done in a room it was impossible to go there and even to conduct the college for a month i was i was watching the first dimension and see the picture and the hall was full but at that moment the reality was different everything the hall was empty and then the guy was going through and he saw me and we came to afterwards we came to parts of anything we were on knees in front of them we gave him money and he was praying for money and i asked him to pray for a wagon his prayer was strong we gave him 100 000 dollars we gave him this sacrifice when i talk about sacrifice you talk with a person who always all the time who always all the time gave everything and sacrificed i tell you that i was looking for real god's love i didn't i was not interested in something very i had a dream i want to tell you some secrets for ten years in my office there were others that were three Я смотрел на Катерин Кульман и подумал, что она в это время, в эти века пережила встречу с духом. Я смотрел на Катерин Кульман, что вы знали, что они все были у нее в хоре. Я смотрю, что Дух Святой сделал так, что Бенихилл и Ян, Духовным Сыном, Духовным Сыном, Духовным Сыном. Он везде говорит об этом. Это же у него, я научился, у доктора Янгичо, он говорит, что если ты хочешь, чтобы твоя церковь начала расти, он говорит, начинай дружиться с Святым Духом. Я прочитал это, если хочешь, чтобы твоя жизнь менялась, начинай общаться со Святым Духом. И вот интересно, мы просто заканчиваем мысль, у нас уже домашняя группа долго идет, мы сейчас уже будем передавать. Нам так сто процентов, да. Так вот, слушайте, и я стоял, и я смотрел, понимаете, на Катерин Кульман и думал о том, что Дух Святой пришел в ее жизнь. И она пережила по-настоящему реальную встречу со Святым Духом. Бенихин пережил реальную встречу со Святым Духом. Бенихин also experienced the real meeting with the Holy Spirit. И я понимал, что для этого я должен делать две вещи, о которых я учу. And I understood that I had to do two things for that. Вот мне хотелось, знаете, вот увидеть, как я скажу, Дух Святой, приди, и Дух Святой придет. Вы понимаете, что это значит? Это реальные отношения с Богом. Это реальные отношения с Духом Святым. Вот пережить, когда Он тебе говорит, как это вообще возможно? Но чтобы Дух Святой тебе говорил, это же как бы серьезные вещи, друзья, чтобы Он тебе мог открыть тайны, дары Святого Духа, чтобы начали действовать. Ведь Библия говорит о дарах Святого Духа. Но как же они будут действовать, если я понять, как они действуют? Понимаете? Я хочу всем сказать. Я хочу передать. Прекратите довольство. Прекратите довольствоваться чем-то, в чем не Бога по-настоящему. Прекратите удовлетворяться в том, что вы не доходите до конца в своих жертвах, в своих молитвах. Я говорил, я буду молиться, пока не придет Бог. Я стоял на коленях и ждал, пока Дух Святой в эту комнату. Это было, может, недолго, может, минут 10 было. Друзья, я понимаю, что это как вечность была, но это был серьезный момент, понимаете? Я просто скажу вам, я умер в тот момент, потому что я посягнул на то, что Дух Святой зайдет в мою комнату, и не духовно, а физически подойдет ко мне. Вдумайтесь, как сильно и так он меня коснулся, и если до сих пор, когда я только говорю, даже о нем, говорю, приглашу его сейчас, и он начнет действовать, буду молиться, он начнет совершать чудеса по всей планете. Так что же было в той комнате тогда? Я вам говорю, прекратите довольствоваться тем, что не настоящее. Но они говорят, что Дух Святой приди, и они выдают за то, что не было, какого приди, понимаешь? Никто не приходил, а они говорят, что приходил, никто им ничего не говорил, а они говорят, что говорил, понимаешь? То есть, Бог надо прекратить, никто их не благословлял вообще, ни деньгами, ничем, а они говорят, что благословлял, понимаешь? То есть, хотите выдавать желаемое за действие, и искать настоящего. Вот начните сейчас, вот делайте время у нас, это как будто бы открытая дверь для тебя, время жертв, время, когда ты можешь вот просто взять и пойти, чтобы вот искать Бога, по-настоящему. Истинного Бога, истинного Бога, подлинного Бога, действующего Бога, живого истинного Бога, понимаешь? И вот здесь уже, вот ты начинаешь, вот как я делал, я приношу жертву, и я приношу жертву, я смотрю, я еще приношу жертву, и я вот конец этому. Где-то есть какой-то момент, когда все, и вдруг у тебя внутри щелкает что-то, и уже дальше ты просто даже не можешь просить, потому что невозможно просить. И ты просто уже знаешь, что ты сделал все, что ты должен был сделать. И ты знаешь, что что-то 중요 ait, что ты должен был сделать. Ты просто ждешь, и ты вруковозишь. Он просто ждешь, и ты вруковозь, что что-то tail Ты специального, и ты, анастично ты уже какой-то был сделан. И ты, анастично, ты только фея, и ты был denote это в случае, что сам discretionary – это является сомнение, не было открыто. Обязательно это произойдет, если так делается. Если вы это делаете, то это будет. Иногда люди не доходят до этого внутреннего момента, не доходят, они останавливаются за три минуты до того, как уже чуть-чуть, и они подошли. Это точно. Это 100%. За три минуты, как будто. Так это важно сейчас услышать. Так это важно, потому что, действительно, так Бог хочет благословить. Бог, я знаю, по своей жизни. Он настолько, он с искренним поступает искренне. Не бывает такого, что ты за ним решил пойти, а он где-то взял, и там где надо было сказать, он не сказал. Там где нужно было поддержать, он не поддержал. Там где нужно было поддержать, он не поддержал. Там где нужно было, да, тебе вот этот, как пастор говорит, вот это вот свидетельство, да, а он не дал. Да не будет такого никогда в жизни. Библия говорит вообще, младенец за ним пойдет и не заблудится, понимаешь? Он будет вести тебя в этом чувствовании во всем. Главное, пойти. Вот, знаешь, и будут все научены Богом. Да, да. Вот этот момент, наученный Богом, это и есть тот внутренний момент. Вот бывает, я даже читаю сообщения, там люди мне присылают же, да, и вы всегда, когда жертвуете, вы пишите мне конкретно на этот телефон, он со мной, я его сам читаю, смотрю все, я отвечаю даже сам. Оператор, пожалуйста, показывайте этот телефон, прям выводите его на экран, это очень важно. И вот, знаете, что я вижу? Вот я, бывает, даже человеку не могу сказать, потому что я думаю, пусть ему Бог скажет. Человек говорит, я пожертвовал там 10 тысяч долларов, а я четко понимаю, вот читаю, что этот человек, он только начал свою, ему надо сейчас вот продолжать, 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 продолжать и дойти до той точки, где он скажет, вот теперь я знаю, я знаю, что я знаю, да, что это произошло, с моей стороны это произошло. А человек бывает останавливается, ну, основываясь вообще ни на чем, на воздухе, понимаешь, не понимая, что вот внутри, вот как я делал, друзья, вот почему мы говорим, я говорю, мы 500 тысяч пожертвовали, мы собрали 320, потом сделали на второй день сбор, вспомните, на колледже, и собрали еще 24. Да, да. Но я почувствовал, что мы должны дать 500. Да. У меня, думаете, деньги были? У меня было денег. У меня было денег. Я за день нашел эти деньги. Понимаете? Я нашел эти деньги за день. Вы скажите, где ты взял, занял, еще что-то. Это неважно. Я нашел эти деньги. Я нашел эти деньги. Моя задача была, я знал, что я должен 500 тысяч долларов отправить доктору Йонгичу. Все. Когда это стоило, у меня было внутри четкое свидетельство, что я сделал все правильно. И когда следующий год был, вы что? Многие люди говорили, ну ты же в этот раз деньги-то не отдашь? В этот раз деньги же давай вот соберем жертву. У нас столько нужно. Нет, я знал. Надо отдавать. А сколько лет надо отдавать? Вот сколько лет надо отдавать? Столько лет и буду отдавать. Понимаешь? Столько лет и буду отдавать. Люди собирали жертву, мне бывало. На день рождения. Бог собирал жертву, друзья. Все эти жертвы. Все эти жертвы. И я сразу же буквально сразу брал и жертвовал. Я был пастору Банихин. Я был пастором Банихин. Я это все перечислял. Почему я так делал? Потому что я знал, что мне надо жертвовать, жертвовать, жертвовать. Что я хочу в жизни. Если я хочу видеть вообще уровень вот сотни миллионов долларов, то я должен научиться жертвовать десятки миллионов долларов. Понимаете? Если я хочу видеть уровень десятка миллионов долларов, то я должен научиться жертвовать миллионы долларов. Если я не хочу видеть миллионы долларов, так было. У меня со ста долларов так началось. Понимаете? С десяти гривен вообще, но сто долларов это был переломный момент. Я вам всем говорю. Прекратите себя обманывать. Библия очень часто говорит. Смотрите. Четко. Я вам зачитываю. Почему так Библия говорит? Догадайтесь сами. Потому что, видимо, Слово Божье, оно открывает нам нашу природу, склонность нашу к самообману. И Библия говорит нам, смотрите. Галатам 6.6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Почему? Как я могу себя здесь обмануть? А вот говорится, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Посмотрите, какие слова. Не обманывайтесь, Виктория. Не обманывайтесь. То есть, зачем себя обманывать, зная внутри, что не будет ничего, брать и делать что-то наполовину. Но зачем себя обманывать? Делать что-то наверняка. И говорится, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть, ты послушал где-то свою плоть, вот что значит сеять плоть. Это пойти у нее на поводу. Можно жертвовать, в то же время сеять плоть. Понимаешь? Потому что сделал все равно не то, что должен был. Понимаешь? Не дошел до конца. Не дожертвовал до конца. Посмотри, я тебе рассказываю, что сколько не то, что жертв, а сколько лет. Я жертвую зимой, жертвую весной, жертвую летом, жертвую осенью. Ты можешь видеть, что Бог по-настоящему не может. Люди смотрят на меня и говорят, как это может быть такое, что ты просто... Вот даже вот люди здесь, ого, помазания приходят, они удивляются, они падают под помазанием. Как такое может быть? Просто так, друзья, только бурья на огороде растет. Понимаете? На самом деле за всем стоит цена. И эта цена — это искать Бога больше, чем ты ищешь денег. Больше, чем ты ищешь безопасность. Это искать Бога больше, чем ты ищешь. Или что-то искать Бога больше, чем ты ищешь. Или что-то искать. Вы знаете, жизнь — вот нас, Свитка, да? Мы в жизни своей испытали много разного, нехорошего, тяжелого, нечетных проблем. Мы в жизни с унижали, нас унижали, нас в тюрьму садили, нас убивали, нас в тюрьму, нас убивали, нас в тюрьму, 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 нас в тю руках. Я не понимаю вообще, что такое жить. Я ничего не понимаю, на самом деле. Я ничего не соображаю, на самом деле. Я боюсь даже мысль, допустим, чтобы я думал что-то. Пусть Бог за меня подумает, понимаешь? Поэтому я не хочу себя обманывать. Я не хочу стереть плоть. Я хочу стереть в дух. Потому что плоть пожмет, что тление. А тление, друзья, вы не задумаете, что такое тление, почему тление, говорится. А подумайте, когда человек, к примеру, да, в гробу, его похоронили. Вы знаете, что он там истлевает вообще? Он истлевает. Когда костер сгорел, и все, уже пепел остался и тлеет. И вот говорится, что когда ты идешь на поводу плоти, то получается в конце всего, ты будешь видеть, что, что значит тление? Что все сгорело. Что все ничего нет. На что ты науповал, там надеялся, все сгорело. Вот почему говорится тление. Что говорится, будет пожар, будет костер, будет вообще все сгореть, будет все рушиться, ничего не останется. То есть тление, это когда уже даже дров нет, чтобы они горели. Просто тлеет то, что будет только след того, что что-то было когда-то. Да, да, да. На самом деле, друзья, посмотрите, тление, это удел людей, которые обманывают сами себя. А что говорится, сеющие в дух? А дух это что? Исполняющий слово. Слово. Иисус говорит, слова Мои все духи жизни. Поэтому говорится, наставляемый словом делитесь всяким добром составляющим. Не обманывайтесь. Потому что слова, оказывается, вот это дух. Ты сеешь прямо в слово. Ты идешь за словом. Ты сейчас послушал меня и пошел за словом. Это и есть посеять в дух. Ты сеешь уже до того, как ты взял деньги или что-либо. Нет. Ты сеешь в тот момент, когда ты уже решение принял слушать. Потому что сеяние – это и есть вождение. Понимаешь? Другими словами – вводимый слово. Другими словами – это, смотри, пожелать жизнь вечную. То есть это гарантия того, что Бог на земле сохранит тебя от отступничества. Это гарантия того, что Бог сохранит тебя от ошибок. Он сохранит твой разум в святости. Он сохранит твой разум в праведности. 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 Он Пошло на все подальше, и живут своей жизнью, понимаешь? Хотя Библия четко говорит, не начало венчает, а конец. Но поэтому очень важно, что будет у нас завтра. Посмотрите на свитерию, мы могли сломаться вообще в этих испытаниях. Мы были после этой тюрьмы вообще сказать, мы could be joking after this prison that devil attacked us and said, don't touch the Bible. Ой, Боже мой, вообще, нам смешно просто, как эти помощники там говорили, да, помнишь? It is funny when the assistants tell us not to touch the Bible and not to be on the scene. And I said, who told you? We would preach, even dying. We would preach and spread the gospel till the end. Друзья, вы увидите, мы с Виточкой будем сидеть и проповедовать Иван Илья. Мы будем стоять, вот так вот просто, понимаешь? На своих ногах, здоровы и сильны, и проповедовать Иван Илья, потому что мы нужны Богу. Он ищет таких людей, которые будут без башни ради него, понимаете? Которые будут без ума ради него, которые будут просто себя не жалеть, которые будут вперед идти, которые будут думать о мировом пробуждении, понимая, что сейчас в последнее время, понимая, что это вечная жизнь. И жизнь вечная, это включает в себя все. Включает в себя полностью контроль Бога над твоей жизнью. Ты понимаешь, да? Насколько это серьезно все. It means the control of God upon your life. It's so important to hear for everybody. We can pray for the break in generational cars, but we can also pray for people to leave the world. Like, God told Gideon, и Бог ему сказал такие слова, «Возьми тельца семилетнего». Помнишь, да? «Возьми второго тельца». И Бог ему указал на жертву. И Гидеон, будучи, «Колено мое самое слабое и меньшее, я в доме самый меньший, он стал судьей Израиля, одним из самых крутых». Вообще, он считается судьей Израиля, как Самуил был, да? А есть, как из воинов, это Гидеон. Самый крутой. Гидеон – это воин. Друзья, Гидеон – это был вообще мальчик, который прятался в пещере. Понимаете? И он там молол муку эту, чтобы спекти пирожок из кушать и не умереть. Понимаете? Прятался от Мадьянитян. Вот кто был Гидеон. А мы знаем, сейчас называют, знаете, там, великих воинов Гидеон. Понимаете? Но Гидеон, он бежал на Мадьянитян, Бог убрал все подпорки у него. Все, все подпорки. Знаете, у него не было никакой финансовой подпорки, ничего. Он себя лишил всего. Он ему говорит, у тебя 30 тысяч. Скажи, что у всех, кто боятся, пусть уйдут. 20 тысяч ушло сразу. 10 осталось. Он говорит, много людей. Убери всех. Потому что все равно будешь надеяться на них. Все равно славу себе заберете. Нет, говорит. Пусть уходят. 300 человек, а потом Гидеон бежит и кричит. Меч Господа и Гидеона. Но у Гидеона в руках меча не было. У него был кувшин и факел. Слушай, правда ведь. Прикинь. У него не было меча. Ни у кого мечей не было. Все были с кувшинами и факелами. А кричали меч Господа и Гидеона. Они кричали и он говорит, меч Господа и Гидеона. Он не молол, знаете, не вточил там, как говорится, в пещере там прятался. А когда он стал таким богатым царем, судей, что богаче никого не было. Он был очень крутым. У него было там 70 с чем-то сыновей. Представляешь себе? Ого! У Гидеона, да? Это было вообще величайший человек. Ты сегодня прекрати себя обманывать. Стань как Гидеон. Мы должны помолиться, чтобы сегодня каждый человек нас услышал и понял, что пришло время в его жизни, когда бог не говорит человеку, если человек этого очень сильно не хочет. Вы должны знать, что бог, если только видит любое вообще половинчатое желание, пренебрежение, еще что-то, вы можете его никогда до конца дней не услышать. Вы должны сейчас знать, что, Господи, я хочу услышать твой голос. Я хочу услышать мысль от тебя. И возможно, он будет тихим, тихим. Мне Бог так проговаривает. И это может быть мысль, которая пришла просто, ты понимаешь, что это мысль от Бога. Тихо, тихо, она прошла. Так, чтобы ты мог ее откинуть. Бог делает всегда Дух Святой джентльмен. Он делает всегда так, чтобы ты мог откинуть. Чтобы ты мог отвернуться. Чтобы ты мог сказать, я ничего не слышал. Чтобы ты мог даже сказать, я волотай детный. Что угодно мог сказать. Но только если ты жаждешь Бога больше, чем того, о чем тебе Бог скажет принести тебе. Только тогда ты это услышишь. И вот сейчас я хочу, чтобы мы немножко помолимся вам. И я хочу, вот род ваш, он будет благословен через вас, когда вы будете приростить Богу. Поэтому, когда вы sacrifice, которые вызовут Божье влияние на вашу жизнь. Божье присутствие на вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. In the name of Jesus, right now, I ask you, Holy Spirit. Во имя Иисуса Божьего, Жертвенного, во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. Во имя Иисуса Христа, Божьего Сына. In the name of Savior, our Sacrificing Lamb, Jesus Christ, we came to you through him. The Holy Spirit help us to come. May miracle happen today. The greatest miracle when you create your villainies and desire in us. The greatest miracle when you talk to us, when you give us an idea. The Holy Spirit, when you touch, when you give this thought, and when you find this sacrifice. At this time, our flesh can die, but our spirit, when, as he meets with the real God, with you. The Holy Spirit, I ask you today, touch. The Holy Spirit, I ask you right now, touch. 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 Anointing came now. Touch. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Touch. 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 Your power, God, the Holy Spirit is moving now. His power is moving now. Touch. 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 May today the generational curse be broken. May today the curse of schizophrenia will be broken. The curse on mind will be broken. The curse of witchcraft will be broken. The curse of momona be broken. The curse of lie be broken. The curse of lie be broken. The chains of hell leave every person. May all hell chains of Satan, of hell be broken today. May demonic chains be broken. May demonic devil chains be broken. In the name of Jesus, the Holy Spirit, I pray you today, touch. 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 May today the mind be revilled. May today the mind be delivered. May today the mind be delivered. Anointing is powerful. powerful anointing comes may the mind be delivered fully by the power of Holy Spirit in the name of Jesus Holy Spirit touch 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 И сейчас вот это все потерялось силу, сейчас отпадает буквально от разума. Вот так вот камни, вот это как будто кто-то взял и заложил, настолько сильно, что невозможно было тебе вырваться, но сегодня свободу дают тебя, Господи. Продолжение следует... 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 imagine right now fear fear it is god delivers from fear and demand gets deliverance 32 years old black hair shortcut cutting not long here he has demon left him and deliverance happened and now the deliverance from fear these fears leave you fears leave you now at this moment i saw a man who was playing cards and it is connected with cards and with this game and for many years you are destroyed by demons you are in fears you don't have need to fear to be afraid it was many years ago now god delivers you fully from this fear from this demon who came to you like a curse right now this curse is broken the name of jesus the whole deliverance hallelujah hallelujah the spirit of life the woman young lady that's deliverance the spirit of life right now is broken it was connected when you lied and when you lied these demons came inside and they attacked you and now you experience in your life that all lie to you and in your private life you see lies and the spirit was followed in you and i destroy this curse and in the name of jesus this demon go away there are many people who should say that i renounce from the spirit of life the holy spirit guides you the spirit of lie lie say i renounce from you everything what you hid inside say i renounce renounce may your heart be cleansed now say i renounce from the spirit of life and this man and woman got deliverance a lot of deliverance a lot of people got deliverance a lot of people got deliverance the holy spirit is the spirit of truth lie it is demon the demon is the father of life right now renounce from life and the truth from god will fill your heart in the name of jesus right now may it's generational the spirit of fear who was controlling and keeping the family tree i see this black it keeps the whole family in fear may be broken it is broken the demons of fear they go away the spirit of fear for future the spirit of fear is broken that controls your financial area and the fear and it is connected with money i got this revelation you have fear for money you are afraid to be in poverty you are afraid to be without of money that it was a demon it was the demon evil spirit it transmitted through generation he controls you right now by jesus blood we destroy the spirit of fear in the name of jesus the spirit of fear we bind you and command you go away the evil spirit of control get out leave the mind the spirit of fear get out in the name of jesus hallelujah generational demons of poverty be broken in the name of jesus control demons the spirit of fear of finance the spirit controlling financial area by jesus blood they lose control they lose control right now we destroy this control of demons who can demon who can control financial who can control financial era demon through money this spirit of Иисус, я прямо вижу человека, который подвешен как марионетка. И дьявол, и это не просто дьявол, это как дух мамоны. Он держит тебя, и он буквально полностью руководит твою жизнь. И он, каждый взлых шаг, это он делает. Он руководит, ты думай, что делаешь там. Он руководит, ты думаешь, что делаешь там. Он просто делает через его указку. Прямо сейчас, в духовном мире, через твоё решение жертвовать, откровенно это происходит в Juventud, я вижу эту картину. Ты принадлеж amount fuse с тобой. Это putting у этого положения gratitude бежит отила. И基本, как вы MIN 104 Духом Мамона. Они отрезали тебя от этого духа Мамона. Они отрезали волей места. And we pray the Holy Spirit to show and to point the sacrifice for every person, to show the power, the way, and to go to this point, to sacrifice in spirit. Right now, we pray and we agree. In the name of Jesus. Precious Holy Spirit, you, you, Holy Spirit, I ask you, you guide every person, you are Heavenly Father. We pray you in the name of your Son, Lamb, Savior, Jesus Christ. We pray you to outpour light in every heart for every person to come to the point to know that he did everything, what he needed. And he was waiting for you, like the sun rising, like lights that warm his life. God, I ask you for every person to hear you, like you should, if you only act like she, you press every hand for sacrificing. May God every walk this way, Holy Spirit, talk to every person. and pour this Lord, give your mercy and give an ability for every person to hear to you, and give an opportunity and ability to do and to come to the point to see that it was sought in the Spirit. Blessed Holy Spirit, I ask you right now, put your hand on your head, and may the Holy Spirit show you and point to you right now, Holy Spirit, touch, 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 touch. I ask you to talk and to talk during this prayer, this service, at night, in the morning. God, you talk till the end, you talk, what you see, what you see by your grace. I know that you don't give this grace to every person to see and to hear, but today we pray and ask with Victoria in the prayer, and we agree, Lord, you, you do it like in the first church. You spoke to them, and they saw their properties. You showed them. Find every person what they have to do, and take them to the point, and where they can only thank you, and when Holy Spirit told to me, when the God from the heaven told, tell you the word, bless you, and by this word your life will be guided. And from that point, I couldn't even say the word, bless you. When you sacrifice, when you go and move forward, and you come to the point where the testimony happened inside, you couldn't even pray or say this word. This grace will be filled, will fill your life. And right now, in the name of Jesus, may it happen with you. May it start. And people, I feel that some people have to confess who felt themselves that they had to do it, that it was prayer and stress for him that they were tired. You have to confess, because it's a great honor for you, for you, when God point on the sacrifice. It's a great honor now, may it, a great wish will be burned inside. And every person you have to say, sorry, that I even thought it was difficult for me. Forgive me, talk to my heart. Everything mine is yours. God, I give you my soul. I give you everything. I want you to talk to me. I wish, God, give your mercy words with your blood. May your devil supports from the soul in your mouth. I pray, give your mercy, cleanse. May every person want, like you told Hideon, Abraham, Prophet. I pray, like Ilya said, I did everything by your word. Ilya, what it is, what it is. And when you said stop, and I say now, give your mercy, like everyone, to be like Ilya, Holy Spirit, touch, 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 touch. And they sell the properties, and the church was in fire. Today, bring to God thanksgiving sacrifice, for you to get a favor, for you to get favor. Don't lie to yourself. And it is also you said, if you said in your flesh, and that if you saw in your flesh, you will, and that if you saw in the Spirit, you wouldn't, you will, you will, you willplaces in lies. In the name of Jesus Christ, don't lie. поругаем не бывает что посеет человек то и башнет по имя Иисуса и Господь сейчас уже он уже сейчас работает и он уже сейчас он показывает и он конкретно прямо сейчас он говорит некоторым людям что им нужно делать он дает мысль и эта мысль она буквально как будто будет ножом сыграть по сердцу это мысль потому что Бог прикасается как будто к чему-то это мысль что для тебя дорого и это и есть жертва это и есть жертва это и есть та жертва которая обретает It is sacrifice that gets for your favor. Do it where it is difficult. Wish God. Wish God. Wish God more than something else. Go till the end. Go till the end. I tell somebody, go till the end. Don't be passive. I feel in the spirit. Don't be passive. Don't miss. Don't. You have to do everything to come to God and to come with sacrifice. He paid the price for the sacrifice. Sometimes we have to pay our price for this sacrifice. We have to pay our price. And now, any passivity, any passive position, when you are just talking and say that if you give me the sacrifice by yourself, this cursed position should be gone, this position, remove this position and say, God, I will act, I will act, I will do impossible, but I will do to worship you, God, to praise you, hallelujah, in the name of Jesus. We are still in a prayer position. We are still in a prayer position. When we spoke about Hideon, he was in this cage, he didn't have anything, he was without anything, but when God told him to sacrifice, what, he had this, right, it was the only, he had to cause, his father left him, God showed him that he had to bring everything before to get great blessings and to become great person. God told him to bring everything, everything what he had, he had to give and God fired both skulls, he brought his future to God, he gave to God his future. You should be brave to follow God, you should be brave, be brave, be brave right now in the name of Jesus. God shows and points as he's merciful and he shows that the accursed position, okay, God, do it, he will do it, but for me to have it and I would give it. it is like, never talk to God like that, you shouldn't talk to God like that, you should say that you would do everything for God and God would do everything with you, you can't do. It is not allowed just to say God, you do and I would give you. It's like a curse in people's lives. Don't do it now. Renounce from it. Say it right now. I renounce from this position. I renounce from this passivity. I renounce from this position like God should serve me. I renounce from this position. Right now, I want God to point me in the name of Jesus to be in prayer position. Every time God pointed me what I didn't have and he pointed even more what I could do and I, all the time, I sacrifice and I know and we with Victoria bless every person for every person to get a word from God for you to deliver from the cursed position to be in passive position. Right now, in the name of Jesus blessings may cover your mind. May God's mercy and love will be near your heart. May God point on your sacrifice a miracle when you deal with the Holy Spirit, when you have a thought from him and right now, I pray for you. may every person experience you. May every person will be pleased with the natural, real things and you will be you will be revealed in the blessings of every family tree. Amen. Hallelujah. All glory to God. It's a bomb. It's a bomb. When you pray for money, it's not so easy. Because there are serious demons. They're serious. Of course. Very serious demons attack. Michael, what is going on? They want every person to control every person through the money. Brothers and sisters, you have to know that you would not keep ours. I was praying. I saw the picture of the person who was with the closed hands in such position like bring to my legs and I would give you when I was listening to you like many people that God should give them something. But we have to live for God. They should change positions. God did everything for us. I saw the position God showed to me during the prayer like give me and I would give you. People have to renounce from this position. It's like a fancy position. You have to understand when God points you you have to find this sacrifice even when God points us to give us our life. To die for Him it's a great honor. To die for Jesus Christ it's a great honor. And to be in prison for Jesus Christ but to give money to give money God it's a great honor. People do in such a way that it's an honor for God that you sacrifice. I understood during and the prayer that people have to renounce and to confess and you have to bring fruit and you have to look for God's faces and you can live and God will tell you about sacrifice. You have to sacrifice you have to confess and renounce it's not a joke. I am always serious in these questions. That's why I tell you that God wants me to live by faith and I live it's honor to lose for God. It's honor to suffer for God. May God help you every person. Russia, Ukraine, Moldova, the whole Europe, and where do I not see There are Arina, where wins? Give em voice. Where? Where was you? Where was Where was Yes. You hear the voice spoken. There's sound. There's it. There's there's water. There's there's I see. I see. I see. How are you? на саммит людей там записывает на что делает и делает а ему же говорится германия гореть огнем святого духа амин амин я верю в это и мы сейчас вам передаем микрофон всем дорогие таня миша ира там все где-то наш рая все время пропадает я не пойму раечка ты где самое главное не пропадай во время проектов хорошо пропадают а потом они всегда появляются потом после проекта вдруг они вылечиваются все но ты же не такая рая я знаю что ты огонь огонь на внизу видишь рая огонь огонь а варисовая на верху я наверху рачка только хотела исправиться же сказала внизу прондул что же я такое сказала на экране внизу у нас чеки была внизу она получилась ира в левом верхнем углу углу понимаешь рая ты вверху до верха давай рачка давай мы будем держаться я наверху как говорится как говорится будем россию спасать понимаешь выводишь раша сидите смотрите так царёва вот молодежь наша смотрите все сидят там вот молодцы вас прям женская ячейка женская ячейка съели то все посмотри все как женщины и братья я смотрю да вы молодцы мы вас благословляем дорогие я верю что вы вообще как говорится россия это должна всегда быть страна подвигов поняли подвигов настоящих у россии столько народа как говорится согласно пострадали во время коммунизма и вы должны сегодня знать что с россией должны быть герои веры настоящие герои веры такие которые изменят историю всей планеты вот и поэтому украина как говорится знаешь украина как украина она всегда где надо там и будем правильно украина а украина is always like you train как хохо как с евреев и нечего да не будет хохо как говорится можно да как в поезде знаешь что едут во знаешь как как на трейд-то можно попробовать у тебя бананы знаешь там виде черный ну и украинцы мы же любим украинцев мы что сами украинцы мы просто полиция украинка родилась в россии живет германию а я получается родился в украине сам я болит у тебя еврейка а бабушка еврейка у меня представляешь софа ройсбург и вот получается смотрите что выходит так ты получаешься болица по-другому не выходят так что мы все счастливые люди но самое посмотрите тысячи километров нас разделяют так классно круто я думаю как и вы таким мы сейчас пойдем наверно в океан сходим да мы за вас мы за вас будем если шо к океану помолимся кстати знаете здесь ходим когда вы приедете миша там таня ира там майкл ирина там собирается коллектив там когда вы приедете вы посмотрите как тут молиться классе просто вы ходишь к океану и этот мастер вот потрясающе просто волны здесь же волны не такие вот знаете вот как обычно вы привыкли видеть здесь же серфингисты все поняли да из-за чего из-за того что волны высокие очень такие волны что я последний раз когда смотрел то реально страшно становится когда ты эти волны видишь аж волна идет вот такая вот идет как будто бы ну ты думаешь ужас какой-то да вообще эти волны но так красиво с другой стороны виточка называет их барашки знаешь таки это барашки которые если ты попал в эту барашку то уже никогда не расстаться с ней уже не бегать уже не бегая уже не забегаешь никогда да раз она тонула вовочка спаси меня вы видите не меня отсюда быть они меня отсюда кричала мне я верю то я ж твой камешек что ты боишься она так и спалась там же волны тут такие что вы время у нас много у нас уже пятый час у нас уже пятый час поэтому мы передаем микрофон передаем утра да да утра и мы благословляем вас все мы верим просто что бог творит чудеса никто не теряйте времени сегодня было какое-то божественное вторжение в вашу жизнь реально я вам говорю god's come in our life and i told you the word and victoria shared the word with you i experienced 2004 about the holy spirit everything works on people and the only now i started to talk about the sacrifice god allowed me to talk keep it remove any any negative position you have to bring god will rejoice you have to know you have to know what is it what is it said it's too important to understand 1 паралипоменон 28-я лова а ну-ка а ну-ка а ну-ка я не ошибся сейчас секундочку просто посмотрите что происходит пока вы выговариваете паралипоменон паралипоменон да что второзакония что со мной и устал уже видно да или что а ну-ка подождите начало пятого утра да ну сейчас помогите мне второзакония 20 она да это это представь я устал как а вообще и вот говорится смотрите 47 стих за то что ты не служил господу богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего будешь служить врагу твоему которого пошлет на тебя господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке он возложит на шею твое железное ярмо так что измучит тебя пошлет на тебя господь народ издалека от края земли как орел налетит народ который языка ты не разумеешь народ наглый народ который не уважит старца не почти дырешь за то что ты не служил господу богу твоему с весельем и радостью сердца представляешь то есть вот слово да вот как будто бог еще подтверждает на насколько для бога это важно да да поэтому я всем скажу веточка что сегодня поменять наши отношения и мы 22.29 пусть исполнится в жизни каждого из вас друзья и я передаю микрофон сейчас пастор танечка миша ира рая пожалуйста 22.29 а мы поедим тоже немножко тут а то вы там все съели а мы тут стоим сидим и все все мне простят разве не меня все посмотрите на их лица вообще они кадр возьмите побольше вот гляньте на их лица они мне простят вот это все думаете да что оно все стоит нет я сейчас надо бежать отсюда скорее понимаете все валим 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 отсюда да скорее потому что сейчас на нас нападут все давайте пока 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 Смотрите, я хочу сказать, в пятницу уже, дорогие, все помнят, что у нас будет ток-шоу, 8 о'clock, п.м., Киев-тайм. Смотрите, на 27-е, это «Life and Supernatural», это будет как раз вот, это я говорила о ток-шоу, а у нас же еще будет телекрусад, воскресенье. On Sunday, we will have TV crusade to invite all unbelievers, relatives, friends, и жертва уже говорила о том, что мы говорили о том, что Бог, мы говорили о том, что Бог действительно пережил. May every person experience it this night. Talk to God. May it be, it will be natural. Don't agree with anything. Не, 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 не. Пастор Тань, это такая миссия есть. Пастор Татьяна, I have such thought that in our cell group, we always build an altar. God gave the word in our life about the thanksgiving sacrifice. And, you know, like, sir, in the spirit, you will reap from the spirit. And may now, together, soar in the world, soar every person to bring thanksgiving sacrifice for him to get favor. Hear and listen from God this guidance. It's like God, step by step, create our faith in this answer. And people who are in proud position in front of God, in the favor. And people, like, to show the sign of your confess, like so. May the whole of our mission get revelation. You're a new creature. The God's word rises you. Your position changed. And you are looking for this sacrifice in a radical way. And it's normal for God. He wants something incredible from us. And it's impossible for us to do it. But the sacrifice for us, it's to find it, to pray for it, to do everything for it, to be given. And I propose to sign these words. Pastor Tanya. Pastor Tatiana. Yes. Where are your benefits? And today we will saw in this word what Apostle has told us. Amen. Amen. We will be given this bank account and this word should be precious. Should be so important for us. It should be so important for us. May your heart live by this word and saw in this word. Saw in this word. сейчас мне подсказывают, что почему-то по техническим моментам не могут вывести на экран сейчас все группы скинем эти реквизиты но как важно сделать все по горячему по слову прямо действовать сейчас right now будьте охотниками за благословениями будьте людьми которые просто видят на горизонте Бог уже вышел навстречу like people who see God the king Melchizedek the king Melchizedek но посеять посеять в это драгоценное благотное слово пусть оно прорастет воина Иисуса this word in the name of Jesus Amen may God bless every person and we will meet on Friday I will send and I will so right now I will do it Amen Amen dear friends we will meet we will make this out and donate and meet on Friday bye 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 all bye 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 all